Глава пятая Боярыня Морозова И уртищего, и у Голицына Потолки до стены царскими изографами исписаны И писано на них солнце, как есть лик человеческий С пламенами косматыми, а кругом солнца Того планиды кружат судьбы человеческие вершат И планиды те суть известны Ермис, Афродит, Зевс, Хрон, Екат, Серечь, Луна И те планиды не стоят на китах А вокруг солнца летают, и с ними земля По звездам окаянные иноземные звездословы Мнятся угадывать человеческие судьбы до счастья И зрелище оно солнечное страшно гораздо То зрелище солнца да планет боярам московским способно Оно от земель их отрывает На земле их пусть смерды мужики, черные работают А бояли, подобно тем планидам, кружат важным хороводом Вокруг Алексея-царя-солнца Вьются вокруг него целой тучей Непробивным роем золотой мухоты Жужжат один про другого, звенят один на другого Плывут в царском блеске, в ласковом тепле А о земле печаловаться и забыли великие люди Кто же был ближе всех к царю солнцу К пухлому Алексею Михайловичу Как не первый боярин Борис Иванович Морозов Первейшая планида летящая Царев дядька былой, царев советник, царев свояк Богатый безмерно, ведя великий наземный торг Поташом да хлебом с великой прибылью Велик и Илья Даниуч Милославский Тот обоим своим зятьям и Морозову и царю Одинаково тесть батюшка И боярин Стрешнев Родион разве не много помени? Мать царица-то Евдокия Лукьянна Стрешнева рожденная Или взять Ртищева Царев верный дружок, ближний советник, царский наперстник И богомолец, жалованный окольничей Он тоже от царя не оторвется Кружит планидой, жужжит на новоявленных любимцев бояр На Афанасии Лаврентьича Ордын-Нащекина Да на молодого, да и из ранних Матвеева Артамона Сергеевича, поповского сына Худородные они, а все лезут поближе к царскому свету Других того, глядишь, шибут А еще кто? Бояре Саковнины Те родичами Милославским доводятся Сам-то Саковнин Прокопий Федорович Много сил на царской службе положил В воеводах, ходючи в Сибирь Две дочери красавицы у него Федосья да Авдотья Замуж выдано умно Федосья за Морозовым Глебом Ближним боярином Братаном Бориса Ивановича, что в воеводах сидел Кормился в Новгороде Великом Да в Казани Еще у Михаила царя Стольником был на свадьбе Да и у царя Алексея на свадьбе Оберегал медовый сон молодых Авдотья Саковнина Выдано тоже богато Она за князем Урусовым Петром Степановичем Царским Кравчим При выходах царских Носителем ски Петра А Саковнины В родстве да свойстве С волконскими Хованскими Хитрово Почитай с пол Москвой Звенит та золотая мухота Вьется чиновный Знатный, богатый, сильный Да гордый люд Вокруг царя Только его одного и видит А у этих больших людей У каждого свой двор Хоромы, церкви, поместья, дачи Челядь, холопы крепостные Вокруг каждого Своя мухота Помельче Или погуще А у тех Свои родичи Своя челядь А там опять мухи Сверкающим вихрем Под синее небо Над Москвой Восходит ураганом Жестокий смерч Из бояр Чиновных людей Воевод, начальных И приказных людей Из чернецов Архиереев До монахов Из тех, кто Кормится Да не работает Такая уж Импланида А черные люди Не летают Они Крепко креплены К земле К полям Жива она Святая земля Близка она Тут вот Неколебимая Под ногами Стой крепко На ней Поди на нее Обойми ее Услышь ее Могучее дыхание Возблагодари Ласкай ее Твоим трудом Ее Мать Сыру землю А вот же Отрывается Отлетает От матушки Черной земли Звенящая Мухота Прилещенная Блеском Еуроб Хватается Там Не за Просвещение А за Оружие Да за Роскошь Хочет Не землю Свою Возвеличить Не обихаживать Ее По сыновьи Чтоб Человечьи Сердца На ней Умягчать А хочет Над Простецами Превозноситься Хочет Жить Чванно Во всю Свою Волю Да власть Да не В избах А в каменных Хоромах И палатах Не хуже Божьих Соборов Как в Европах Хочет Народ Пугать Своей силой Гнуть К земле Не давать Ему Своей Правды Искать Хочет Забрать У него Его силу Чтобы Себе Другие Народы Воевать Под себя Подминать Что ж Будет Делать Как Будет Жить В Москве Среди Золотой Мухоты Простая Мужицкая Душа Протопопа Когда-то Стояло В Кремле Татарское Подворье Послов Царя Ордынского Снесли Подворье Стал Тут Чудов Монастырь Рядом Борис Иванович Морозов Воздвиг Себе Богатые Палаты Да Приставился Боярин Борис Иванович Лег В склеп В Чудовом Осталась После него Молодая Вдова Анна Ильинична Морозова Что Слышно На Москве Любит Сильно Галантов Семных Офицеров И Другой Брат Боярин Глеб Иванович Приставился Близко С братом И Осталась Его Молодая Вдова Морозова Федосья Прокопьевна Что Живет Двором Усадьбы В Белом Городе У Церкви Егория На Холме В Тридцать Лет Одна На Целом Свете Сама Себе Голова Богата Федосья Хоть И По-старинному Выглядит Ее Усадьба Стоят За Высоким Тыном Не Палаты А Рубленные Хоромы Изба С Избой Составленные Вместе Вдва Жилья На Подклетях Кругом Избы Надворные Дальше Сад Тенистый Густой До Огород У Боярыни Морозовой Богатые Поместья Доводчины Во многих Уездах В Московском В Дмитровском Углицком Вятском Ярославском Костромском Галицком Аллатарском Арзамасском Да и В других Еще Восемь Тысяч Крестьян Живут В тех Морозовских Поместьях Работают На Боярыню Пашт Косят Жнут Молодят Хлеб Жгут Поташ За рубеж Его Черпичи Обжигают Кожи Выделывают Сало Топят Вино Курят В Московском Дворе Морозовой Настроено Всего Поварни Погреба Бани Избы Для Челяди Стоят Там Две Избы Счетная Для Песцов Где Счет Ведя Хозяйству На Сливовых Косточках Отщелкивают Подьячьи Хорошо Грамотные Нажалования Пишут Приказы Приказчикам Составленным Да Старостам Выборным По Поместьям По Вотчинам По Дачам По Усадьбам До Селам И Ведает В Москве Всеми Делами Андрей Федорович Да Его Жена Любава Анисьмовна Андрей Федорович Мужик Истовый Постный Длинноносый Стрижен Под Горшок Глаза Из-под Волос Шильями Докладывает Боярни Еж День Подвору Подносит Челобитие От ее Мужиков И Баб И Боярни Федосье Хозяйка Заботливая Много Трудов Кладет Чтобы Работали Мужики Исправно Иных Любовью Иных Жезлом Наказуя На Морозовском Том Боярском Дворе В Москве Одной Двор Не живет До Трехсот Человек Из Крестьян Известно Дворовые Дюжих Молодых Красивых Что гулять Охочи А пашни Не прилежат Так Еще Заведено Было При покойнике Глебе Ивановиче Февральской Ранью Снег На Московских Дворах До Избах Отдавал Еще Желтизной От Невысокого Солнца Загремели Распахнулись Ворота На Морозовском Дворе Посыпалась На Улицу Челядь Замахала Шапками Отворачивая Крестцовых Извозчиков Закричала На Прохожих Берегись Из Ворот В Двенадцать Серых В Яблоках Раскормленных Бахматов Гусем Выехала Каптана Красного Софьяна С Золочеными Гвоздями Вершные Вертят Кнутами Заскочили На запятки С боков Бегут Скороходы И Каптана Громыхая На ухабах До промойнах Понеслась Вниз По рождественке Кремлю Перед Караулом На площадке За Успенским Собором Каптана Стала Девки Под локотки Вывели Боярыню Та Быстро Шла К колымажному Крыльцу Выбирая Как бы Не замочить Бархатных Сапог В золотых До голубых Снежных Лужах Падал Унылый Постный Звон Вылетали Голуби Шумел Народ Во всю Ивановскую Скакали Верховые От дворца Ко дворцу На Москве Шел Грибной Тор Великий Пост Боярыня Шла Высокая В смирной Шубе Черного Бархта В каптуре Оборошенным Черным Платом Лицо Бледно Под высокими Бровями Глаза Уперты В лужи Изредка Зорко Глянут Туда-сюда На полных Губах Легкая Улыбка От весны За Боярыней Черной Стайкой Девки Прислужницы С колымажного Крыльца Прошла Федосия Прокопьевна В сене Шла Уверенно Длинными Переходами То Вспыхивая Под солнцем Из узкого Окна То Уходя В тень Шла Прямо К царице Царица Марья Больше Лежит В пуховой Своей Постели Нагуливает Тело Не Любит Мужья На Москве Худущих Жен А царь Та и Подавно А теперь Вылезла Из мягкого Пуховика Села В креслах Царевна Федосия У нее У белой Груди Смеется Беззубым Ротиком Агу Лицо Марьи Ильинишны Густо Набелено Нарумянино Брови Сурмлены А все Видать Бледна Царица И то Рожать Каждый год Ребят Не шутка Сегодня У царицы Приезжий День Бояры Не входят Одна за другой Кланяются Низко Царицы Идут К ее пухлой В персне Кованой Ручки Рассаживаются На крытых Персидскими Коврами Лавках Широко Разбрасывая Кругом Парчевые Полы Соболь Куньих Медведи Ей-богу Ха-ха-ха смешно. Головашник — ларец, который стоит в головах, то есть около изголовья постели. В нем хранятся наиболее ценные документы. Звонко читала девка Анютка. Бьет челом царицы Марьи Ильинишни, сын боярский Никифор Скорятин, на женку свою, на Пелагею. Кусала она Пелагея, тело мое, на плечах зубами, и щипала меня нещадно, и бороду мне драла. И я, холоп твой, бил челом великому государю и подал ту челобитную Василью Михайловичу Еропкину. И против той челобитной, диком Иваном Взимковым, поругательство моей жены и зубного ядения на теле моем, досматривание по указу не учинено. А в семь году жена моя, меня, холоп твоего, хотел топором срубить, и я от ее такового сеченья руками укрываясь, со двора чуть живой сбежал и бил челом на то Федору Прокопьевичу Соковнину. Прошу меня с женой моей Пелагеей развести. Царица государыня, смилуйся, помилуй. Слушая челобития, бояры не пересмеивались, однако невеселы были их смешки. Немало сами они, жены, матери, сестры, натерпелись от своих мужиков. Всю жизнь свою оставались они теремными затворницами, рабынями мужей, безмолвными сообщницами того, что творили над черным людям их сильные люди. Грубые, чваные, спесивые, сварящиеся между собою из-за мест, коварные, жестокие, грабившие народ в кормлениях своих на воеводствах да службах. И, посмеиваясь, думали некоторые жены злорадно, «Ой, сильна Пелагея скорятина! Мы его вот эдак-то бы пугнуть!» Ночами, лежа на супружеских ножах, бок о бок с мужьями, подчас дрожа от страха и жалости, слушали они мужнины хмельные похвальбы про их жестокую цареву службу, рассказы о провежах, казнях, пытках, кнутах, дыбах, про цепи и монастырские доземляные тюрьмы, только за то, что люди смели говорить правду. Проходила ночь, уносила с собой эти кошмары. На день жены оставались одни, со своими думами. Днем бояры не видели своих мужей, разве что по большим праздникам. Приказы сидели о делах с семи утра и до десяти вечера по-нашему. Много времени брал каждый день царев вверх. А в праздник жены видели мужей издали, в церквах, с хор, либо с женской половины, важных при царских выходах бородатых, золоченых кукол, воршинных шапках. Видали, когда они мужей из тайных окошек, из-за кисей на перах, где звенели серебряные золотые чары, бушевали пьяные голоса, где нельзя было услышать доброго слова. Ничего, кроме похабных сказок, сладострастных повестей о гнусных делах. И кто сквернословил больше всех, тот был душою пира. Ну и посмеиваются боярыни своим нерадостным смехом. Сердце у них на мужей. А сделать не могут ничего, боятся, дрожат перед мужьями. Боярыня Морозова вошла, почитая после всех, в царицыну палату, во вдовьем с мирном сарафане, с серебряными пуговицами, голова под черным платом, помолилась, отдала царице уставной поклон, подошла, поцеловала ручку. — Свет, невестушка! — поднялась, припал царица к плечу Морозовой, а сама сует царевну фенюшку в руки мамки. — Радость какая! Тебе берегла первой. Вчера приходил ко мне ртищев боярин, обещал, что приведет сегодня нам дорогого гостя. Морозова шатнулась назад. — Кого, государыня? — Аввакума протопопа вернул его государь из Сибири-то. Умолила царя. В Москве он. Слыхали ли чать боярни? Слыхали, слыхали, гомонили боярни. Слыхала и Морозова. Известное дело, как не слыхать про ссыльного великого протопопа. — Давно ли вот принес портной мастер Болтов Порфирий на Морозовский двор послание к вернам из Тобольска? Читала его сама боярни сочады и домочадцы. Допоздна до первых петухов сидели. — Государь не матушка! — вихрем ворвалась стенная девушка. В синем сарафане ленты вьются, манисты звенят в поклоне. Боярин ртищев просится. — Один? — Нету поп, что ли, с ним? — Ах! — вырвалась у боярынь. Наспех царица стала поправлять повоинник. — Пускай его Ксюша. Иртищев входил уже в палату. На лице умильная улыбка, шапка на отлет в левой руке, шуба в переливах синяя. За ним ступал протопоп в простой коричневой однорядке, как есть великан, бродат, волосат, седат, а взором добер. Высоко подняв руку, протопоп благословил вставшую перед ним царицу Марию, низко потом поклонился ей сам. Нет, не забыли протопопа на Москве, пока мест протопоп скитался в лесных пустынях. Не пропала, а выросла его сила, а кто и позабыл, так вспомнил. Воевода Пашков Афанась Филиппич на медне сам пожаловал в протопопову келью, пал на землю, просил простить обиды, бил челом, и простил его протопоп, велел ему постричься в монахи. Вот как жаловал протопопа царь. Да и живое слово Абвакума катилось по всей земле. Души скручивались берестой, загорались жарко от его речей и посланий. Даже в отсутствии своем побеждал протопоп. Да и врага его жестокого в Москве не было, Никона в Москву царь не пускал. Стало быть, не одиноким входил к царице протопоп Абвакум, как вошел он к ртищеву, к царю. За ним волновалось, гремело грозно прибоем могучее море народа. Что ж, не стал его тогда слушать царь. Хитрые царедворцы отвели царю глаза, бросился царь мотыльком на золотой блеск диадемы, тешить себя, щекотать душу. А тут его протопопа ждали женские души, нежные, тоскующие по горячему мужскому сердцу, взыскующие чудо, да не в небесной, а уж в этой, в земной юдоле. Боярин Ртищев докладывал что-то царице шепотком. Протопоп благословлял царевен да боярынь. Перед ним вспыхивали разные женские глаза, не то что воеводские свинцовые гляделки. Женские глаза глядели с доверием, с бесконечным восторгом, с обожанием, серые, бархатные, черные, маслянистые, с поволокой, глаза голубее неба, глаза, гаснущие в складках потухших век, глаза молодые, полные тихой неги. И увидал протопоп тут одни такие женские глаза, от которых задохнулось, остановилось сердце, утонул в них протопоп. Глаза бездонные, словно серебряное озеро Китежское, всклянь, налитое тихим жаром. Вольно сидел протопоп у царицы на ковровой лавке, почитай, до полуден. Все рассказывал горькую, победную свою жизнь. Эдакто, государыня, неделями тянулись мы в дощанике по лесным рекам, говорил он, и со всех сторон сияли внимательные глаза. А и люди живут в тех лесах, ни прясть, ни ткать не знают, холстов нет, ходят все в шкурах звериных, либо в кожах выделанных, а то видывал я и в рыбьей коже. В рыбьей, всплеснула руками царица, вот бедные, ей-ей, в рыбьей коже, подтвердил протопоп, как звери живут, сыроядцы, хлеба не знают, рыбу, сырьем, мясо, сырыми едят. Губы поджимались, покачивались головы, нет, видно, в Москве откуда легче житье, чем в Сибири. Байкал-море, переплывали мы в нешироком месте, верст восемьдесят, не более, рассказывал протопоп, переплыли, ладно, а у берега буря, встала великая гроза, мы гребем греблями, а нас на скалы мечет, ветер воет, а скалы-то, и протопоп тянул высоко свою руку. Сердце сжималось у теремных затворниц, смерть сгрозила этому могучему человеку. Утесы стоят каменные, и ох, высоки, двадцать тысяч верст волоклись по земле, а таких не видывали. Такие скалы и пропасти, известно, в Черном Аду, читали о том бояры не в минеях, а он сам их видывал. И руки холодели, сердца бились, а чудеса небывалые расцветали все краше, манили к себе, разбивали душные терема. Посмотришь наверх, шапка валится, голову кружит, а по горам тем все стоят, будто и ворота, и столбы высокие, и как есть терема, и хоромы, и ограды каменные. И все Богом сделано, без руки человеческой. Диво! Рассказывал Протопоп. А какие ж в той земли боги-то! Взволнованно прошелестел женский голос. Хе-хе! Взялся за бороду Протопоп. Думала уж ты верно, бабочка, там и боги, как горы каменные, страшны? А нет! Един наш Бог, велик Бог, творяй чудеса по всей земле, наш Бог Христос. И все там, у гор тех, как у нас, все на потребу, и лук, да поболее чем в Романове городе, сладкий, сладкий, и чеснок, и конопля, Богом росленная, и травы красные, и цветы благовонные гораздо. Всего много, всего бесчет, но все богато у Бога-то. Отведать бы им, этим женщинам, в тяжелых шубах, такого приволья, такой свободы, учуять бы такую свежесть жизни им, обреченным по гроб затворницами своих теремов, рабыням своих жестоких мужей. И они смутно томились, стонали про себя, вот как волнуются, кличут бессильно домашние гуси, из облаков заслышав звонкие трубы, летящих вдаль вольных своих братьев. А птиц там бесчетно, рассказывал протопоп, гусей, лебедей, по Байкал-морю, ровно снегу, сколько плавает. А рыбы в нем и осетры, и таймени, и стерляди, и сеги, и омули, и всякой рыбы много, и нерпы. А таймени так жирны, оно на сковороде и жарить нельзя, один жир. Ах! вырвалось у какой-то хозяйки, да чего хорошо. Глаза у протопопа все больше сияли добротой. И все, все у него, Бога Света, по всей земле учреждено добро про человека. Чтоб все он имел, всем пользовался, чтоб жил, да Богу хвалу воздавал. Все есть, всего у нас много, всем хватает. Живите, милые, как в раю, на милой земле. А мы чего делаем? Из-за чего друг друга губим? Друг друга неволим? Задушевно громыхал протопоп. Женщины жадно ловили каждое слово, каждое его движение. Протопоп столько пережил, исходил все земли московские и сибирские, а не огрубел, еще нежнее стал от своих бедствий. Его глаза сияли по-детски, а у самого такие могучие плечи, такая крутая спина, прямая шея, такая красивая голова. Рассказывая о муках, что творили ему другие люди, он только смеялся, ну и дурачки. За эту доброту, за терпенье нечеловеческое, за подвиг добрый и отважный они, боярани, готовы были любить протопопа, а он тянулся к ним за их состраданием, за их добротой. Видно, и впрямь пробился протопоп сквозь бури жизни, видно, выгребал теперь к тихой пристани, к царицыну терему, где такая душистая благолепная тишина, рай, истинный рай перед ним, какие красавицы улыбаются ему в парчах, в шелку, в драгоценных мехах. Издается сейчас протопопу его верная подружка Марковна простовато, неказиста, здесь крепко пахнет аравийским ладаном, александрийскими курениями, от них обносит голову из всех женских лиц, теперь все ярче горели на него из-под черного плата, заколотого черной жемчужиной, серые глаза на бледном с розовыми губами лице, глаза боярыни Морозовой. Высоко вознесся протопоп Аввакум, узнал он наконец еще неизведанное блаженство славы, что давно маячило ему блазнило-манило. Протопоп замолк, слов не хватало, он был теперь солнцем, а царица, царевны, боярыни, тянулись к нему, тянулись, как тянутся к солнцу цветки, согрей и приголубь. И он опускал глаза, боялся слишком близко увидеть те огненные взоры. Запищала тоненько царевна Федосье, царица сделала знак унести дитя, не место детям здесь. Государь сказывал, заговорила царица, к протопопу, велит он тебе служить в Новодевичьем монастыре, отдыхай у нас, а как семейство твое. По милости Божьей здоровы все, и женка, и ребятишки, говорил протопоп, говорить об семье было ему почему-то неловко, уж очень была бледна его жизнь, и уж очень высоко парил сейчас его дух. Ох, тонет он, протопоп, тонет в темно-серых страстных глазах под соболинами бровями, вдовья улыбка неслышно гремит словословием ангельским. Сама Москва идет на протопопа, охватывает его необоримыми своими руками, твердит, не уходи от меня, протопоп, засыплю тебя счастьем райским, царскими милостями. И милости впрямь сыпались на протопопа, как белый пушистый снег, что кроет теплым покровом поле, где дремлют пока что силы вечной жизни, выжидая, чтобы восстать им весной в вечном воскресении. — Федор Михайлович, — говорил царица, — прикажи выдать протопопу серебра. — Сделаю, государы, не кланял сортищев, а как же? — Выдай ему от меня, десять рублев хоть, да одежи собери ему на все семейство, да мучки и черные, и белые, и овса, и круп, рыбки, провесной, красной, и корки сошли, заедок сладких ребятишкам тоже, заедки печеньем, сукнеца, да и до холстов, да плат протопопица добрый, кашмирский. царица говорила, а протопоп только кланялся в пояс. — Спасибо, цариц-матушка, и так много доволен. Есть, есть, добрые люди в нашей земле, есть. И вдруг разогнулся, охваченный теплым воспоминанием. Волокся я эдакто сюды из Даурии, так помог мне хорошо в Енисейском остроге один добрый человек. Тихон Васильевич он босой. Хотел простодушный протопоп наряду с царицей воздать хвалу и Тихону, и не заметил, как дрогнуло под насунутым платом лицо княгини Ряполовской. Не заметил и того, что-то докладывала на царицу на ушко с алмазной каплей старая боярыня. Царица вставала, значит, разговору конец. Ртищев уже мял свою шапку, закланился. Только тут понял протопоп, пора уходить, встал, кланялся застенчиво. Но в последнюю минутку боярыня Морозова Федосья Прокопьевна оторвала глаза от ковра. Засияла именно протопопа. Не обессудь, Аввакум Петрович, вымолвила она, бьючий лом, посети часом мою обитель. И глаза обоих, протопоповы да боярыни встретились и захлестнулись. Глубокая ночь. На башнях Кремля перекликаются караулы, бьют на колокольнях ночное время. Под деревянным полом кельи грызутся мыши. Натянув ковтанец, на пасконное полосатое споднее, встал протопоп на молитву, сна ему никак нет. Нет, никак, все слышится, тихий голос, немногие слова, зовущие во вдовью обитель, и от слов тех, словно медвяном туманом, наполнена грудь протопопа. Прямо в душу ему вплыл образ молодой вдовы, сразу и до конца, и породил в душе не бушующую страсть, а блаженную тишину. Неужто можно кинуть опять Москву на издевки мытарства, ту Москву, что приняла протопопа, словно ангела божия? А почевальня боярыня Федосии Прокопьевны Морозовой в большой избе, при ней чулан тоже с постелью, ход в спальную из сеней больших, к сеням лестница снизу, у лестницы внизу крыльцо под шатровой крышей с флажком на двух столбах узорных, из сеней тех переходы сплошные в иные морозовские хоромы, все по-хозяйски хорошо, хоть и темновато и тесновато, ну, по-старинному одно слово. И распахнуть дверь из теплых сеней в опочевальню, в правом углу, в толстых темных от времени бревнах, заря незакатная блеск от золотых в каменьях икон с лампадами, от куста горящих свечей вставники. Воротясь от царицы, степенно поднялась боярня по лестнице, сеных девок в избу с собой не пустила, сказала, «Пойдите прочь». С ней вошла одна старая ее мамушка, сухонькая и горбатенькая, в морщинках, печеным яблоком, все румяное личико. Стала боярня посредине опочевальни избы, губу закусила, руки крест-накрест на груди, ногой притопывает. Мамушка сняла с нее боярня рухнула, как подкошенная в кресло перед богами, ломая руки. Господи, что я видела, что знала, тихо плачет боярня, до семнадцати лет у батюшки в тереме песни, молитвы до вышивания, в семнадцать лет замуж, а муж-то за пятьдесят. Правда, ласков с ней, с Федосьюшкой своей был Глеб Иванович, родила она ему вонюшку ясноглазого. Мамушки да нянюшки, да дворня, да мужики кругом, да монахи, да странные люди, а пусть всего дела. Муж помер, она молодая вдова, сердце по ночам в ней мрет, сны какие видит. Пока не родила, все детей видела, а родила да вдовела стали чудные лики казаться. Ум да совесть бог дал боярне Федосье, не смутили их ни богатства, ни почести в царевом верху, не клала, ни разу она старого мужа под лавку, не позорила его седой головы. Класть под лавку это образное выражение, означающее не был в небрежности или был уважен. Одно любила она разумные беседы, другие боярни и не слыхивали от мужьев своих больше того, что на царевой службе идеица о боярне Морозова знала дела широко. Деверь, большой боярин, первый воротилов в государстве Борис Иванович Морозов, любил с ней беседовать. Приезжай ко мне сноха во двор, часто звал он Федосью Прокопьевну, поговорим с тобой, радость моя духовная. Федосья и говорила ему от Писания, от Веры, от Маргарита, укоряла, что собирает он сокровища, а сам уж стар, скоро помрет, и все его мечтания будут погашены и увянут, да и всюду пепел, прах и рыдания и плачевья. Вот и вся та твоя сила золота, ну к чему, деверюшка, твое богатство, посмеивался бывал Борис Иванович, государство строим, говорил он. А Диоклетиан царь свое царство строил, да мучеников мучил, на дыбе царство не построишь. А как народ вразумить, научи, невестушка, что ж, говорит, посмеиваясь Борис Иванович, а ртищева Анна Михайловна, Федорова сестра, что слушает эти речи, ахает тихонько, сестрица, что, говоришь, не гневи боярина. Всю свою неистраченную душу боярине Морозова отдала простой вере. Как поверила с измольства, так и верила до сей поры, до первой сединки. Часами простаивала на молитве, плача, вздыхая, прося прощенья за те грешные помыслы, виденья, что томили, осаждали со всех сторон ее сильное тело. Чтобы ослабить тело, носила она на голом теле в лосиницу, жесткую рубашку из белого конского волоса, без рукавов. Как-то и увидала на ней в лосиницу эту невестка, царицына сестра Анна Ильинична, и подняла же она ее на смех, срамила же ее. А жила боярня Федосье, так, как жил когда-то царь Феодосий, носил под пурпуром в лосиницу, и хоть скакал в ресталище на золотых колесницах, а сам варил себе еду, переписывал книги, раздаривал их, сам работал на нищих. А после кончины Глеба Ивановича Морозовский двор стал и вовсе монастырем, и службы, и стояние, и рукоделье, приденье, и тканье боярни до всей прислуги на нищих, а по вечерам выходы боярни по бедным до тюрьмам с деньгами, с едой, с одежей, с раздачей. Стояние здесь молитвам. Плачет Федосье Прокопьевна у себя в опочивальне, икон уж не видит, горят пред ней добрые да смелые протопоповы глаза, бабы да люди в людских шепчутся, что какая-то беда стряслась, жалко им боярню милостивую, а всего жаль самих себя. Грянет несчастье с хозяйкой, куда еще попадешь после жизни сытой, хоть и богомольной. Сбившись в тревожную кучку, долго качали головами приказчик Андрей, вдова Анна Сидорна Соболева, Анна Амосовна, первая наперстница да другие. Не сразу побывал протопоп у Федосии Прокопьевны, дел много. Прольтая кровь заревом стояла над селом Коломенским, пламенела над всей землей, и не разобрать, кто был тут виноват, царь или патриарх. Оно оба немилостивы. Народ приходил в движение, бежал подальше от Москвы, от городов, от воевод, от архиереев, от архимандритов, от стрельцов, от заплечных мастеров, в Зоонежье, в Заволочье, в Заволжье прибегали люди, ставили избушки, копали землянки, жили свободно, кто как хотел. Одни держались еще церкви, имели своих попов, другие сами в церковь не шли и другим запрещали, говоря, пропала церковь, не церковь это, а просто каменная изба. Не исповедовались они, не причащались, покойников закапывали прямо в яму, да дел с концом, и от попов с широкими рукавами ряс, по-гречески, прятались. Появились все отвергавшие капитоны, люди горячие, что шли за своим вождем капитоном, родом из костромских лесов, ничего старого не признавали, заняли лесные дебри, земли костромскую, вязниковскую, мурмскую, нижегородскую, суздальскую, вологодскую, собирали свои соборы, сами устанавливали по-своему богослужения, по-своему решали все великие вопросы о боге, о дьяволе, о душе. Капитоны одна из старобрядческих сект. Народ бросал своровавшую церковь с ее вором-патриархом, рвал с ней, шел за богом самостоятельно. Уходил он и из государства, бросая свои поля, свои ремесла, выпадая из государственного обихода, черный человек терялся для государства как добытчик, как плательщик. Люди бежали не только в леса, особенно бежали и на дон. С тихого дону выдачи беглых не было. И как тесто в деже всходит на теплой печи, в этой сбежавшейся на тихий дон голодьбе среди новых становищ воровских казаков бродила, пузырилась, вздыхала душа восстания. Москва давно хорошо понимала, что свободный вооруженный дон всегда таил в себе для нее опасность. Помнила, чем были казаки во время лихолетия. Прошло уж больше тридцати лет, как Москва взяла крестоцеловальную запись, то есть присягу от атаманов и всего войска Донского, в которой говорилось прямо и нам, казакам, самовольством и без государева указу на море турского султана и в города не ходите, и кораблей, и каторг не громите, и городов, и сел турсковых не воевате и не имате, и на крымские улусы не ходите, и на Волгу и под Астрахань не ходите, и городов и людей не грабите, и не брати, и ушаха, козелбашского, караванов и бус не громите, и городов и сел не воевате, и государевых московских послов и посланников, и воевотых, и ратных людей не побивате, не грабите, и дурно никакого им не чините. И целуем животворящий крест господень на том всем, как всей записи, именно. Государю служите и примите и добра хотите во всем по правде, безо всякой хитрости и живота своего не жалея. Никонова неудачное дело, голод, дороговизна до война ввергли народ в смуту, а в смуте той легко могли забыть донские казаки свои клятвы о прекращении бывалых самовольств и о том, чтоб государство под ним государем не подыскивать им. И это тоже знали и понимали на Москве. Боярин Федор Михайлович Ртищев пожаловал в келью протопопа в мартовский день серый с крупным мокрым снегом. Боярин приехал, видно, после обеденного сна хмурой с отекшим лицом. Протопоп не спал после обеда, работал. Настук в дверь встал из-за стола, сунув лист в ящик, был гостем. В пелье было одно узкое окно, под сводами навис сумрак, горела свеча. — Поздоровали, боярин? — спросил протопоп. Тот молчит. Подсел к столу, глянул через плечо на бумагу. — Пишешь все, протопоп? — спросил боярин, подняв лик кверху. — Бог велит писать. — А что писать? — А что Бог велит? — А что Бог велит? — Он вот что велит. Царю помогать, а ты чего делаешь? — Помогаю, блудню обличаю, обличаю. А как царство строить, кому? — Кесарево, кесарю, божье Богу. — Ртищев встал со стулом. — Слушай, отча в вакууме, помолчи, не вороши старых обид, ни своих, ни царских, земля шатается. — Народ мететься. — Мететься, повторил боярин, а ты что делаешь? В тайном приказе все время про тебя вести идут, ворчит протопоп, а его ворчание как гром, царь тебя из Сибири позвал. — Позвал по что? — Чтоб ты государству помогал. — Помогал. — А чего вы творите? Чем ты, боярин, никонианин, похвалишься? — Так и вскинулся протопоп. — Или народ в государство, что бревно в избу, тесать да класть безо всякого милосердия? Топором обтиши, огнем обожги да петлей подымай. Ты, боярин, когда такую церковь видел с топором да с огнем по живым людям, а? Как скажи помогу царю, когда царь с никоном такую церкву сотворил? — А помогал игумен Сергий Дмитрию Ивановичу на Донетти? — Да не, что Сергий топором махал, благословлял он только и есть. Или ты, Сергия, то с Никоном сравнил? Троица вот о Сергиево убитель, и после Сергию Руси помогла в лихолетие. Кто народ поднимал поляков в угонять, а? Монахи тоже сражались? Да не со своими же, а вы теперь ни пути, ни дела, сики, да поли, руби, жги, да вешай, а неведомо за что. Сами же соблудили над церковью с Никоном, с носатым и с брюхатым, с борзым кобелем, да бросаетесь на тех, кои правду говорят. Больно нам правду вы нашу сграбили, да хотите, чтоб мы ж бы и молчали, то ли малое дело. Праведность нашу разурили, римлян везде развели, а кто страдает, народ. Он трудиться хочет, честно, светло, жить, работать свободно, а его толкают то войной, то чумой, то попами, беги, где куда глаза глядят, церковь то старая за народ стояла, да о нем молилась, печаловалась, а ник он на народе в папы римские хочет, вон куда, всем миром повелевать. А зачем Михалычу нашему, скажи, на милость, польским крулем быть, а? Мужик то сер, а ум у него не черт съел. Он себя знает, он мужик. Что он, что? На царя, что ли, пойдет? Обратился оборотнем страшным боярин, ась? Нет, не подымет мужик руки ни на царя, ни на брата своего, сам сгорит, уж коль его на грех толкают, а не согрешить, не убьет. Опомнись, протопоп, избычись и вплотную подходя к нему, тихо сказал боярин, подумай, что говоришь, или опять захотел в лес. Протопоп опустил поднятую возбужденно руку, опустил было и голову, и опять глянул твердо. Грузишь, боярин, в леса? Что говорить? Красна, Москвато, не даурия, вот что тебе скажу. Хочу сам с царем говорить, сказать, все хочу ему. Пусть он, миленький, душу нашу нам оставит, а народ помогать государству будет. Уехал молча боярин, слышно было за окошком, орали поди вершные. Протопоп постоял у двери, смотря на порог. Что ж, подумал он, может, это мы только мним, будто то был боярин ртищев, а это он и есть сам антихрист, да немысленный и интересный, что по земле ходит, и никон такой же, и много таких, и все это он, антихрист, ходят враги меж нами, неправо творят. Иль все здесь на Москве смущенье да обман, все как есть. Словно теплым ветром в лицо дунуло, но нет, не все, боярыня Федосии глаза не лгут, святая душа, чистая душа. Просить ее, чтобы она царицы довела, царь бы со мной поговорил. Царица упросит миленького, скажет царь, чтоб пришел он, протопоп, поговорят они, скажет, царь, чтоб веру нашу не иначить. Так все и станет по-прежнему несметенно, безмятежно. Морозова она сделает, сделает. И занят протопоп с каждым днем все больше. Великий пост, пасх-то позднее, служит по разным церквам, по ученьям сказывает протопоп, исповедует. В келью к нему народу отовсюду ходит все больше. Времени даже нет из кельи к семье выбраться, как-то они живут. Да к Федосье-то нужно. Как подумал протопоп про Морозову, словно что-то сладко оборвалось в груди, да захолонуло. Надвинулся апрельский вечер. Днем все таяло, шумели снеговые воды по улицам, в бревнах мостовых, небо снизу алое, злотое, сверху бирюзовое, высоко горела большая звезда, по вид серебряный серп, светило небо, и темней казалась земля, черны узоры веток черных дерев против зари, черны высокие тыны до ворота, узорные коньки крыш, черны прохожие, хрустят черные стынущие в ледок лужи, навоз и грязь. Борзо шагал Протопоп к Тверским воротам, где Настасья Марковна сняла избу для семьи. Протопоп шел, чтобы отдохнуть в семье от грызни против Никоньян, против самого Никона, дьявол-то был силен, измучен был Протопоп, не знал, что ему делать после разговора с Ртищевым. Хитер ты, Федор Михайлович, думал он, поговорить с женой, с Настасьей Марковной, рассказать ей свои сомнения, получить простой добрый совет. Дня три он не видал ее. Так уговаривал себя Протопоп, шагая по Тверской вверх, подпираясь двурогим Протопопским посохом. Поговорит он вот с Марковной, утихнет тот червь, что глухо грызет, шевелится в самой глуби души. В толпе берез против зари чернеет церковь Дмитрия Солунского. Протопоп миновал ее, прошел мимо Братниных ворот, в соседние вошел во двор на крыльцо. Войдя в темное сень, слышат, кричат люди. Нащуп в скобу распахнул дверь и голоса оглушили его. Избу освещала сальная свечка, дотопившаяся русская печь. Две горницы были набиты народом. Здесь жило человек двадцать протопоповой семьи. Марковна снова беременная, пятеро ребят, из которых старшим Ивану да графене было уже под двадцать. Потом Прокоп да Акулина да Ксюшка полтора годочка да жена Ивана Нинила у них ребенок, да жили здесь еще две матери и вдовы Фитинь Ерофеевна с сыном да Анна Кумычка, из которой протопоп изгнал бесов, и с тех пор она привязалась к своему избавителю, да Федор юродивый, да еще Филипп безумный на цепи у стены и еще люди, что прижились у добрых Петровых. Филипп гремел цепью, выкрикивал что-то божественное. Федор укращал его, читая в голос над ним псалтырь. Младшие ребята надсаждались в плаче, а Марковна до Фитинья, стоя, озаренной огнем из печи, уткнув руки в бока, кричали друг на друга, бронились в неистовой бабьей ссоре. Ссорились бабы из-за расходов на торгу и, не помня себя, выкрикивали гнилые и обидные слова. Протопопа ударила в голову, мира искал он в своей семье, а тут в ушах звенело от криков и брани «Бабы, уймитесь!» метнулся Протопоп между женщинами, оттаскивать стал одну от другой, да обе вцепились ловко друг к другу в волосье, сорвали друг с друга платки и повойники. Без памяти от стыдного гнева Протопоп сорвал с себя кожный пояс в три рубца, стал хлестать одну и другую. Одержимые женщины расскочились с плачем в разные стороны. Безумный Филипп, что было силы, загремел цепью, завопил во весь голос. Вопила и металась вся семья, со всех сторон ребята с визгом лезли под лавку. Протопоп в отчаянии бросился на Филиппа и, не помня себя, хлестал его. И почудилось Протопопу. В этих криках слышится негромкий чей-то смех. Хе-хе-хе! Окаменел Протопоп, стал глыбой, волосы подняты, борода сбилась. Понял он, смеется-то злейший его враг бес. Ага, попался-таки Протопоп в его лап. Хе-хе-хе-хе! За волосы схватился Протопоп, рухнул на лавку к столу. Боже мой, станал он, согрешил я, окаянный, не удержал гнева, дрался поп, что земский ярышка одолел меня без, как Никона бабы, вскричал Протопоп, бабы, Настасья, Фитинья, идите сюда, спасайте меня. Упал на колени, бился головой об лавку, волосы свисли на плачущие глаза. Простите меня, окаянного! Не совладал с собой, вас бил. Все, все, кто здесь, берите ремень, вот он, вот, каждый хлещий меня по пять разов. И, приподняв голову с полу, грозно оглядел всех. А не будете бичевать, проклянув в нынешнем веке и в будущем, как отец, как и рей. И он стал сволакивать с себя шубу, однорядку. Бейте меня, стягайте! Тихо стало в избе. Темные фигуры толкутся валом свете из печки вокруг стоящего на коленях согбенного протопопа. Хлещет ремень, стонет протопоп. Встал молча, морщись натянул рубаху, оделся в шубу. Уходишь, Петрович? Подошла к нему тихая уже жена лицом к лицу. Ухожу, тишины ищу, а везде в мире свара. А где тишина, Петрович? Вышел в сень, спустился на крыльцо, у ворот оглянулся. В бледном свете месяца среди рассыпанных вешних звезд, видать, маячит на лестнице скорбно, протопопица Марковна руки опустила. Уходишь, отец? Брел не отвечая. Из конуры тявкнул дворовый пес. К боярне Морозовой? спрашивала Марковна. А? Хлопнули ворота, ушел без ответа. Да как ответишь-то? Баба все чует. К Морозовой? Ну да, к ней. Нахмурился протопоп, за воротами прибавил шагу, тут недалеко. Тянет и тянет она его к себе, как камень-магнит железа. Молодой месяц давно ушел из свинцовых узоров окна, унес светлый плац с брусничного ковра на лавке. Небо стемнело, свеч сталь ярче, и в шандале накрытом синим сукном столе, и в кованом железном паникодиле под дубовым потолком. Хозяйка боярни Морозова в своем большом кресле сидела у торца стола, прямая, сложив руки ладонь в ладонь, вся в черном. На лавке под окном сидела, покрытая узорным платом, румяная ее сестра, княгиня Урусова Авдотье. Слушала, охватив своих ребяток Васеньку, до двух дочек в сарафанчиках, до в платочках Настеньку, до Дунюшку. За ней рядом княгиня Ряполовская. Подали сидела верный пес Федосьин Анна Герасимовна, а у двери с кованым замком в широком косяке с высоким порогом прижались в углу двое странников, приплелись они к боярни с поморья. Трещал за печкой сверчок и пахло смолкой лампады перед богами сияли. Протопоп сидел напротив боярни на лавке с перекидной резной спинкой темной широкоплечий ладной. Отблеск свечей ложился, блестел на высоком лбу, на прямом носу, зажигал золотые нити седины в волосах в мягкой бороде. Сидел легко, сильные руки двигались красиво, плавно, Влад, объясняя слова, глаза блестели, видно было. Говоря, напряженно думал Протопоп, брови его сдвинулись, глаза прищурены, далеко смотрит он из этой Москвы, из апрельской сиреневой, закутанной в дымные сумерки, из этого сияющего свечами покоя, смотрит прямо в век будущий. Где-то далеко стало, глухо шевелилось, дышало обидами, палило бедами неурядная вся в скитаньих жизнь, бездомные блуждания в лесах Сибири, твердые льды ветряных озер, шаманские бубны, звериные тайги, или все то и впрямь было. А здесь, около светлой жены, сладкий рай, сияющий покой, который придет, должен же прийти на бедную, темную, искровавленную землю. Протопоп говорил задушевно, страстно, словно не он, а кто-то иной выгребал из его души, как из закрома золотое зерно, накопленное годами думы. Придет время, все пустыни будут возделаны, и зашумят хлебами, нарциссом расцветет земля необитаемая, крепкие руки нужны нам, чтобы трудиться, пусть не дрожат колени наши, кто робок из нас, встань твердым, пусть хромой вскочит как олень, пусть радостно поет язык, немого, утештись, там, где сегодня только марево, завтра будет озеро свежих вод, воды напоят жаркую землю, землю покроют деревья, и травы, и цветы будут там, где ныне воют шакалы. Верим, так и будет, видим, мы все это и утвердим, поставим на земле, деятельный спасает мир, горе-опустошителю, горе-грабителю, они будут сами опустошены и ограблены, а мы, как беременная женщина, мы вопим, стонем, мучаемся родами, рожая прекрасное дитя. Ах, много нам еще мук, много страданий. Вишь, слышателю, не обойти нам нашей беды, невозможно нам ее миновать, идет на нас всех чаша сия, мы-то все ровня меж собой, а ли ты нас тем лучше, что ты, бояриня, говорил Аввакум тихо и проникновенно, для всех едино небо над нами, равно сияют нам солнце и месяц, так же равно всем и земля и воды, так же всем равно растение всякое, ни больше, ни меньше, и от всех нас равно нужны подвиги, а в подвигах отыщутся искусные и мудрые, что избавят нас. Видим ныне, выпросил у Бога светлую Россию сатана, чтобы обогреть ее кровью мученческой, а и то знаем, что из муки наука. Учимся мы, страдая, учимся, и до чего без же хитер, дьявол так и есть дьявол, от самой я церкви страдаем, никон чего хотел, огнем да кнутом да висельцы веру утвердить, которые апостолы сему учили, ей не знаю. Мой то Христос не велел кнутами учить, и апостолы учили, да не так. Если назлое мы, младенцы, то по уму, то выросли и знаем, не то, что человеческим языком добро заговорим, а если даже и ангельским языком до любви иметь не будем, будем как бубен греметь, да и все тут нет. Брату любивы будем друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждаем. В усердии не ослабеваем, духом пламенеем, любовью лекида страшны, а в них нет жизни. Светите люди любовью, людям, все увидят ваши добрые дела, спаси Бог, скажут. Протопоп сверкнул глазами, опустил голову, кулаки сжал. — Когда ж доброе это придет, когда? — спрашивала вся, подавшись вперед боярине. Протопоп поднял голову, провел рукой по лицу. — Слышь, кричат караулы над Москвой, — Страж сколько ночи, — говорил он, — Страж сколько ночи, утро близко, да еще ночь бояриня, что ж скажу. Слава Богу за все хоть пока и ночь. Протопоп нахмурился, подымался, шарил по лавке, не глядя шапку, встал, поднял брови. — Делать нам больше нечего одно терпеть, не драться же. Больше драться, больше крови лить, — говорил он, — почему люди людей кровавят? По бессилью своему, по слепоте, по что никон то греческий рогатый клобук на себя вздел. Слаб он, вот и думает, что всех клобуком сожжет. Кто с мужика тулуп снял? Не мороз, а солнце. Мороз ударил, а мужик только подпоясал спотуже, а как солнце пригрело, он и шубу долой. Ха! Мы, как солнышко, любовью теплой сильным, сильные должны людей согревать, сносить все тяготы, от бессильных дай им помогать. Помоги и мне, боярыня, поклонился Абакум в пояс. Хочу тебя попросить. Чего надо б на все тебе сделаю, отец? Словно наедине остались в палате протопоп и Морозова, глаза их глядели прямо в их души. Попроси царицу Федосья Прокопьевна, довела бы она государю, позвал бы меня царь к себе, тихо говорил протопоп. Не знаю, что и делать, все думаю, повернет государь, откажется он от никоновых смущений, от мечтаний. И все замирится на земле, все будут мирно трудиться, а не бегать. Прости боярыня. Протопоп поклонился большим поклоном, ему ответили безмолвно его слушатели, вышел из двери, в синях с зажженным фонарем в руках стоял дворецкий Андрей Федотич. Возьми, батюшка, с собой фонарит, а то решеточные сторожа не пустят запоздно уж. И то спаси Бог, улыбнулся протопоп, пойду, как философ еллинский Деогенес. Желтый огонек, покачиваясь, двигался по хрустским отлетка улицам Москвы под весенними синими звездами. Протопоп шагал, думая, говорят, звездословы, знаем все небесное и земное. Ну и знают они ученье небесное, звезд течения, а земное это наше простое не знают, нет. Ни звезд течением совершаются наши дела ейнии, только любовью, одной любовью. Кто земной любви не знает, тот и небо не знает. Горными вершинами пронеслись по звездам орленые башни Кремля. У железных ворот монастырского подворья застучал протопоп «Отпирай, отпирай, иона!» «Полуношник я, грешный протопоп!» Загремела створа, скрипнула, ухнула, и все стихло бесследно. А Федосья Прокопьевна долго сидела одна у постели, сжав руки, горькая молодая вдова. Шеи вдова широки рукава, было прятать куда небывалы слова. Глава шестая Проклят протопоп Высоко в черном небе сполохи развесили, свивают, развивают цветные свои полога. От сполохов зажигаются снега неоглядной тундры. И тогда видно, черные избы просыпались по берегу реки между кустарниками, дымят трубы, курятся дома по-черному, между исп церковка. А на снежном бугре три поджарых волка присели на зады, поставили морды, щелкают зубами, нюхают дух вареной тюленины. Матерый волк поднял морду, и безысходная тишина угрюмой ночи грушилась страшным воем. Глухомань та, окладникова слобода, что стоит в устье реки Мизени, на узкой губе студенного моря. В сибирском приказе в Москве ведомо в той слободе крестьянских дворов сорок пять, в них, окромя баб, сто девять душ черных мужиков, да еще бобыльих дворов двое, да шесть дворов нищих, тягла, которые не тянут, живут Христовым именем, да еще сорок восемь брошенных в пусте, убежали из них мужики, кто от голода, кто от воевод, в Сибирь, а другие, кто померз, кто в море потонул, кого медведи заломали. Убога мизенская слобода, в стороне она от всех путей в Сибирь, кругом одна самаять. Дважды в год по весне, по осени в мизине торг съезжаются сюда из своих становищ меховые люди в кухлянках, в торбозах, в малахаях, по всем веснам подкачевывают на оленях из тундры к морю, к рыбе, а по осеням откачевывают в тундру, к ягелю под снегом, к своим юртам, везут пушнину, олени, медвежьи и другие шкуры, рыбу и меняют на мизине на нужные вещи, на городские товары, на водку, кто и на табак, а кто и на порох, что везут сюда вологодские, да устюжские, да холмогорские приказчики. Кухлянка, верхняя меховая одежда, малахай шапка. Живет тут и воевода Мизенский Алексей Венедиктович Цехановицкий, сбирает самоедских людей царев Ясак на месте, не по тундре же гоняться за ними. А в февральский пурговой вечер и не увидишь слободы тьма, снег, ветер, темные тучи все метет, кружит в страшном вое ветра. Ветер с полудня, должно быть, сдвинуло льды в губу, слышно, ровно бьют волны, гремят льдами. Скучно в воеводской избе. Занесло снегом окошки, звенят слюдяные оконницы, воет в трубе ветер, скребется снегом по крыше, гремит в сенях дверями. Пляшет от ветра в горнице пламя сальной свечки, гаснут лампадки перед богами, острые сквозняки бродят по избе, примораживают медвежьи белые да бурые шкуры, оленьи пахучие кожи, что покрывают пол. Воевода долго спал на лавке, храпел под овчинным тулупом знатно, теперь встал, сел к столу под свечу, требует у девок, давай ему опять строганины оленьей до водки, сидит в углу, ждет, пока девка сенная принесет. Воевода Цехановицкий мал ростом, в плечах широк, пузо бочонком, щеки аллы, но с огнем горит усы длинные, можно за уши закрутить, а борода гвоздем. И хоть нет на воеводе на голове хохла, хотя одет он в московский кафтан, а все равно каждый скажет, пан он и есть. Ему бы кунтуш хороший, шелковый пояс с кривою, шабликой, шапку на четыре угла с меховой выпушкой, а он в долгополом кафтане. Так оно и есть. Царские рати взяли того пана полковника Цехановицкого в плен, нагнав за Смоленском с его обозом, где ехала и пани Едвига, молодая жена с пшеничными косами, синюокая, рыдала, плакала, молилась пану Иезусу со страху, что берут ее в плен свирепые московиты. А брали ее с полковником в плен рейтеры из шотландских учтивых эмигрантов, что сами были раньше взяты в плен московитами, а потом и на службу. Из того сама пани Едвига по ночам уговаривала пана полковника, просился бы он на московскую службу. Его приняли. Поп окрестил их. Алексей так и остался Алексеем. Едвигу жинарек Авдотьи и поехали бывшие паны-пани на воеводство в Мизень собирать Ясаки, давать суд и расправу и кормиться самим. У-у-у-у! Завыла над крышей, завизжала и в голос закричала воеводша Авдотья, завыла, затряслась, сидя на своей лавке у печи. Где она? О, Боже! В какой стране? Разве можно же тут жить? Нельзя, нет, тут можно только спать по двое метели. Спать и видеть во сне веселую Варшаву, полный народа костел святого креста в краковском предместье, уносящиеся ввысь стрельчатые своды, медовый сумрак от витражей на узких окнах, то могучий гром органа, то нежные ангельские голоса его серебряных труб. И молодой, красивый, как ангел, бритый священник в белых кружевах, высоко возносит золоченую чашу над цветами престола среди сияющих звезд целого леса стройных свеч. У-у-у! Выла метель, трясла избу. Вау! Упала на пол на звериные шкуры. Паня Авдотья бьется, кричит, как шаман. Боже, я гибну! Я не увижу больше синего неба. На что мне красота моя, мои скрыни с соболями и золото мое, дорогие мои платья? Все погибнет в этой пустыне. Не можу, не можу! Девки бегают вокруг госпожи, хотят поднять, да не могут схватить, удержать сильное нежное тело, оттащить от грызущего рта окровавленные руки. Пузом, отворачивая стол, лезет к жене толстый воевода, хватает ее за руки, утирает рукавом кровь, текущую по искаженному отчаянием лицу. — Сердце мое, Цветик мой, успокойся! — Ха-ха-ха! — хохочет воеводша, и слышно, не она это хохочет. Хохочет кто-то чужой, что владеет этим телом. У-у-у! — взвыл ветер, смолк, и в сразу наступившей тишине слышно стучат в окно. Тук-тук-тук! Кто был в избе, бросились к окнам, черные тени сгрудились на потолке, стрелец ворон выскочил в сене, в дверь ворвались пар метельный вихрь, и в белой массе летящего воющего снега на дворе ворону мерещились рогатые тени оленей людей. Авдотья вырвалась из мужниных рук, села на шкуры, уперлась руками в пол, раскрыла глаза в ужасе, замерла, смотря на дверь. Дверь, заскрипев, распахнулась. Из тьмы из пара выходил большой человек. Из снега, залепившего его малаха и бороду, ожерелье волчьей шубы, глядел в глаза Авдотье добрый человечий взор. Вскочив на колени, поползла Авдотья к порогу, протягивая к нему обе окровавленные руки. Шагнул встречу и воевода. — Ты кто есть? — спросил он. — Аз есмь протопоп аввакум, — ответил вошедший и стал молиться на образа. А из тьмы сеней, из-за широкой протопоповской спины, лезли заиндивилые стрельцы, наполняли избу, и с пара впереди других лез полусотенной голова миней петухов. — С холмогор мы, — хрипел петухов, — по указу великого государя укажи, где стать. Дети с нами бабы, погинем думали в пургет ейбо. Нет, царь Алексей Михайлович так и не позвал вдруг горить к себе протопопа. Уж больно росла и росла протопопова слава. Все больше и больше шла меж ними молчаливая борьба. Резались царь и протопоп меж собой, как псари со спускными медведями на царь-борисовом старом дворе. Все больше народу валило к протопопу в келью на кремлевском подворье, все больше уходило от него ободренными. Все больше вестей доводил царю о протопопе тайный приказ. Любил царь протопопа как память о радостных первых днях своей власти. Любил за правду, за прямоту. Да куда крепче не любил за простоту. Все, Михалыч да Михалыч, а какой я ему Михалыч, думал Алексей. Я царь, на мне шапка золотая Константина царя. Меня поляки королем поставят, и будут все языки славянского племени в одно. Быть в Москве третьим римом. Ангелы земному царю служить будут, как небесному, а протопоп всего величия не хочет. Победно бы ему жить по-простому. По весне как-то царь Алексей ехал раз верхом мимо в вакуумово подворье, видит, протопоп идет прямой, высокий, как дуб. Снял шапку царь, кланяется протопопу. Да с шапкой мурмолку с волос сранил. Мурмолка — головной убор наподобие тюбетейки. Бросились бояре подымать. Царь будто и смеется, головой качает. А в самом гнев тяжелый кипит. Что это я? То по рукам с мужиками невежами бей, то шапку перед протопопом ломай. Отворотясь, убрал царь улыбку с лица, рванул повод, поднял зло своего аргамака на дыбки. Протопоп стоял, смотрел вслед, тоже покачал головой. Оба поняли они в ту минуту, что между ними борьба, та самая смертная борьба, как в селе Коломенском. И пронзенный, как стрелой, мыслью, что, видно, с царем приходится ему бороться, как праотец Яков с самим Богом боролся, оставил все гордые о Москве помыслы протопоп. И если не на Голгофу, а на Новую Даурию придется идти, а семья как? Ребята да жена. И протопоп решительно зашагал московскими улицами прямо к Тверской заставе, к семье. Вошел ребят, дома нету, старшие на работе, младшие убежали на улицу, играют, Марковна одна. Сел у стола, руку на край положил, кисть руки, голову да волосы свесил, а сердце болит, какая же чаша его ждет. Всунулась к мужу Марковна с дымящейся чашкой, поешь протопоп, зело вкусны, жти-то. Мотнул головой молча рейни, жар томит, духота, что будет там. Снесла щи, Марковна, вобрат к печке, руки под передник, подошла к мужу. — Что, государь, печален? Протопоп поднял голову. — Жена, сказывай, что делать? Не лето на дворе, зима еретическая стоит, что сотворю? — Говорить буду, а ли молчать? О вас, думы мои, связали вы меня. Инда шатнула Марковну. — Господи, да помилуй, Петрович, что говоришь? Слыхали мы, как сам ты учил нас? Нет, не молчи. Я с детьми благословляем тебя, проповедуй правду по-прежнему. А мы об нас не тужи, Петрович, проживем вместе, сколь Господь захочет. Ну, а ежели разлучат нас с тобой, не забывай нас в молитвах. Силен Христос от по-прежнему, проживем. Иди, иди, обличай, Петрович, неправду Никонову. Вскочив с лавки, ударил протопоп жене челом, и, утвердясь в дерзновении, как скала, писал он вскоре же челобитье государю. Благочестивому государю, царю свету, Алексею Михайловичу, всея, великие, малые и белые уси, самодержцу радоваться, грешный протопоп Аввакум, преподая глаголю тебе, свету надежи нашей, государь наш свет. Я думал, живучи там, в Сибири, в опасностях многих, что здесь-то на Москве тишина. Приехал и вижу, сметена церковь хуже прежневым. Чума на Москве, государь, была знаменьем из-за Никоновых затеек, а вражеский меч беспрестанно занесен над землею за все то, что церковь разодрана. Добро было при протопопе Степане. Все было тихо, немятежно из-за его слез, его негордости. Никого-то не губил Степан до смерти, никак Никон. Да ты и сам его знаешь, как он жил. Увы моей бедной душе, помереть бы мне лучше в даурской звериной земле. Государь, не сладко тебе, что тебе докучаем, да и нам не сладко. Кнутами нас мучат и ребра нам ломают, и на морозе голодом томят. Ох, горе душе моей! Говорить много не смею, как бы тебя, Света, не опечалить. А нужно отставить все служебники Никоновы, все его дурные затейки. Сделай, государь, вырви зло с корнем. Пагубное ученье то, пока гибель окончательная не постигла нас, огонь с небес не пал на нас, а ли в общий мор смертный. А исторгнешь зло, все будет у нас хорошо и кротко, и тихо будет твое царство, как до Никона было, и война пристанется. Свет, государь! В присутствии других людей не могу я тебе ничего сказать. Наедине хочу я видеть светлоносное лицо твое, слышать слово твое, как же мне жить, что делать. После такого челобитья и пуще не позвал царь Протопопа. Гнев царский рос. Голос Протопопов звучал все свободнее. Уже обещал Аввакум царю царство немятежно, ежели царь сделает по его Аввакумову слову. Ведомо было царю и то, Протопоп днюет и ночует на дворе у царской родни, у ближней боярани Морозовой, и как комары клубятся на ее боярском дворе разные пришлые люди. Все яростнее Протопоповы споры с Тартищевым. Протопоп уже во дворце, через ближних людей в своих писаниях, требует от нового патриарха, не из Никоновых, еретиков, а тихого, не гордого да мудрого. А твоего-то отовсюду из уездов вести народ за Протопопом. Не что царю такие пастыри нужны? Не, есть и другие покорливые. Новый митрополит Павел Крутицкий, что из украинцев поставлен, — вот как, — говорит приятно, — церковь радовать должна царя, а не гневить. А новый архимандрит в чудовом монастыре Аким на вопрос Тартищева перед посвящением, что думает он о новой и старой вере, отвечал умильно, — не знаю, не ведаю я, государь, ни старой, ни новой веры, делаю все по указу царскому, послушанье превыше всего. По слушаньям царство стоит, а не противленьям. Вышел давно он царь из ребячьего возраста. Нет уж кругом него старых бояр-наставников, которые попустили, что Михаила царя на царство после смуты выбирали. Новые люди кругом молодые, царю преданы без меры, крепко за него стоят. После коломенского бунта, видать теперь, как верны ему царю шотландские офицеры, что за своего царя Карлуса, кромвелем казненного, да за свою веру свою землю покинули и ему царю московскому служить пошли. Твердый народ, как Патрик Гордон, полковник. Чужие, а верни своих. Афанасий Лаврентич Ордын-Нащекин, что ныне у Польши мир выхаживает, чего говорит? Надо б на всем государям соединиться, чтобы все республики уничтожить. От них только что, от голландских мужиков, только ереси да бунты. А старые дебояре ничего в государевых делах не смыслят, а только дебо Афанасия перед царем лают да обносят. И обещал он на Щекин накрепко, что поляки царя Алексея своим крулем выберут обязательно, а за единым славянским царством, на страх турецким басурманам, и един пастырь в Царьград уже недалеко. Был у царя теперь еще и другой верный боярин, хоть и поповский сын, а лихой стрелецкий голова Матвеев Артамон Сергеевич, что со своими стрельцами за Гордоном подоспел в Коломенское в жаркие деньки медного бунта. Матвеев до того всех старых богов-вечников не любил, что женился на шотланке из немецкой слободы Гамильтоньше. Новые бояре прямее говорят, а царица по наговорам Морозовой только зря царю докучает, за Протопопа просит — позови его да позови. Не позвал царь Протопопа для совета, как ему царю царством править не позвал. В один августовский вечер, как вернулся Протопоп в свою кремлевскую келью, привратник, отец Иона, сказал ему в воротах, «Тебя Протопоп в келье боярин ждет, вон, а!» И указал на двух жильцов, что сидели у рундука, ждали. Сердце ударило, радостно забилось, «Неужто ртищев Федор Михайлович?» Царю его зовут, чтоб царю Протопоп правду говорил. Распахнул в келью дверь, нет, нертищев. Высокий, худой, длинноносый, в темном опошне, длинные рукава на спине завязаны, стоит у свечи, перебирает, читает Протопоповы грамотки, что на столе лежали. Молодой Салтыков Петр Михайлович, царев наперсник. «Не принял боярин благословения, — сказал сурово, — опалился, государь, гневом на тебя, Протопоп. Что творишь? Черный народ подымаешь, церковь мятежом мутишь, владыки и епископы на тебя, государю, челом бьют, пустые из-за тебя стоят церкви, народ из-за твоих враг в леса бежит, правды вишь ищет. А какая така правда, коли не государева? И указал тебе, государь, пойди, Протопоп, с Москвы в ссылку. Послушанье превыше всего». «Куда ж брести мне? — указал государь. — На Печору, в Пустозерский острог». И опять поволокли стрельцы из сибирского приказа со всей семьей Протопопа по Ярославской дороге на телегах в Вологду, там посадили на дощанники, поплыли по сухани, стояла уже осень золотая, пестрели по берегам ковры цветные лесов в осеннем уборе, отражались в синей воде, и уж в первые морозы на последях вышли в широкую двину, доплыли до Холмогор к самому ледоставу. А впереди зима, пути бесконечные, на оленях до длинной ночи, до стеклянные холода. В холмогорской земской избе, слушая, как сморкается, молчь плачет втихую жена Марковна, написала в Вакум Петрович царю коротенькая челобитьица. Уж не беседы просит протопоп, нет, куда там, просит только, чтоб не поморозить ребят, жената, опять беременна. В Холмогорах не то что в Москве после ухода иноземных кораблей ключом кипит деловая жизнь. Из Архангельска увозили последние товары, отправляли и в Москву, и в Сибирь, подходили зимние обозы из Сибири, шли на Устюг, на Вологду, Новгород, Псков, в Москву. В церквах немятежно служили по-старому, и не верилось, что в Москве могло быть по-другому. Холмогорский воевода, князь Щербатов, Осип Иванович, жаловал протопопа, принимал у себя, хоть и опального, в Апальто мог быть только большой человек, известный царю. Скорый ответ на челобитие подтвердил, протопопа царь знал и оказывал ему милость, ссылал не в Пустозерский острог, а ближе, в Окладникову-Слободу, но ехать бы ему протопопу без замочания. О, какая страшная мертвая зима! Прошло Рождество, стояли крещенские лютые морозы, по пути то глубокие снежные навои, да выдутая ветрами тундра, высокие узкие нарты, опять люди в звериных шкурах, стонет жена на сносях, страшная дорога. Судьба ли нещадно гнала и гнала протопопа, он ли гнал ее своим упорством, сидя согнувшись на нартах, в черной шубе меховом малахае, засунув руки глубоко в рукава, сжав губы, молчал целыми днями и должно был без сна на ночлегах, в самоядских дымных чумах, так что даже ребята робко притихали около него. Олени легкие, быстрые, заложив рога на спину, все дальше уносили протопопа от Москвы, от жизни, от дела в глухое белое безмолвие полуночи. Пурга, которая захватила путников перед самой мизенью, едва не погубила Петровых. Разве чудом олени нашли путь в белом кипящем молоке белесого крутящегося снега, в ветре, то и дело прокидывавшем нарты, сдувавшим морды оленей в сторону жесткой тропы, сбивавшей их в пухлые перевои, то визжала, выла, грозила сама темная, бесовская, вражья сила природы, хлестала снегом, плевала в глаза, осекла лицо снегом и морозом, леденила руки, ноги, хватала, останавливала аж сердце. Чтобы сдюжить эту несусветную силу, люди одевались в звериные шкуры, кутали лицо в мех, мазали лицо жиром и, наконец, окаменевали самим сердцем. И вот, наконец, ноги протопопа в оленях торбозах застучали по ступенькам воеводского крыльца в мизени, как деревянные. Ввалившись в избу, сорвав с головы малахай, с треском отворотив намерзшее льдом, закуржавившее от дыхания ожерелье, в тусклом свете свечки ничего иного не увидел там протопоп, кроме ослепительных, страдающих женских глаз, откуда смотрела затравленная в конец морозами безлюдьем молодая женская жизнь. И к этой женщине кралась холодная смерть, уже летавшая внутри жалкого жилья ледяного сквознячками, готовая вот-вот погасить пламя свечки. Как в Москве женская чуткая душа тянула к нему тонкие руки, молила помощи у огненной мужской силы, не погаснуть бы ей на темном морозе без солнца, без людей. Протопоп как был в шубе, опустился на колени около Авдотьи, принял ее руки в свои. — Ну, бедная, успокойся, светлым голосом говорил Протопоп, — бесы тебя мучат, не бойся, ничего. Ехали мы сейчас, так окаянные метелью и лезут, так и норовят оленей во враг столкнуть. Со служанкой Зосей подымал уже Авдотью, укладывал ее на лавку, на шкуры, а она, смотря широко открытыми блистающими глазами, вся тряслась и, улыбаясь, шептала трудно, — Отченька мой, без тебя бесы пришли, взять они меня хотят. Одна я здесь гибну, я, отченька, тоскую, пропадаю. В бескрайней в южной тундре под звериной вой метели, прикрытые избушкой и зверинами шкурами два огонька человеческих, мужчина и женщина, колеблясь и дрожа, искали друг в друге утверждение солнечной жизни, наперекор оглушительно трубящей в ветре смерти. У-у-у, вылометели, трясла дом, у-у-у. Авдотья сразу задремала в польской своей шубке с белой выпушкой. Кто-то тронул протопопа за рука, а в тот оглянулся. Воеводская изба была набита народом, стрельцами, семьей протопопа, меховыми самоедами, И все, задерживая дыхание, смотрели на чудо жалости, что свершалось перед ними. Протопоп очнулся, поднялся с колен, показывая на спящую, спросил, кто она. Люди зашевелились, раступились, пропустили толстого человека. Подбоченись, стоял он перед Аввакумом. — То есть моя жена? — ответил воевода. — А ты что за человек? По что с тобой стрельцы? Толпа шатнулась, плечом вперед вышел полусотенной голова миней петухов. Грамота от холмогорского воеводы просипел он простужно, таща из-за пазухи бумагу. Вельно держать всего протопопа за караулом с великим береженьем. Есть о том царский указ. Наутро вьюга стихло, как не бывало. Ущербный месяц стоял высоко, еще по темну, а Аввакумовы уже откапывали от снега две брошенные избы, что отвел им воевода. Девки да бабы мыли их, соседи набросали на пол звериных шкур, пришел подьячий Бажен Осипов, выдал на неделю вперед корма, по две копейки медных на взрослого, да на ребенка по одной. Позвал в земскую избу, выдали им там ржаной мучки в счет кормовых денег. А какие корма? Рыба вяльная да мороженая, тюленина да оленина, ягоды морожка квашеная. Да и лучку да чесночку протопоповы с собой набрали от сынги. Всем семейством с соседями взявшись, раскопали Аввакумовы и церковь Преображенье. Вынесли, убрали из избы той всю мерзость запустенья. Протопоп, как положено, начал петь службы, а сыны, Иван да Прокоп да дочка Груня, на клиросе. Опять родила сынка протопопица Настасья Марковна. Всей семьей носили его в церковь крестить. Был полдень. Красное солнце чуть поднялось из-за синей горы над розовой тундрой. В ледяные окошки храма светил алый свет. Захлебнувшись маленько в холодной купели, плакал отчаянно вступающий в мир новый человек. Торжественно нарек протопоп сына Афанасьем, что значит бессмертный, наперекор тьме, снегу, метелем. И покатилась дальше малая, тесная, да трудная жизнь протопопова. В церкви утром и вечером поет, послание в Москву верным пишет, да отписки. И к воеводе его часто зовут. Воеводшая без него жизни не стала. Подошла скудная северная весна, сошли снега с тундр, зашумели вешние ручьи, расцветать стали синие да желтые цветки, затрубили под облаками, закликали высоко гуси-лебеди, полетели птицы в тундру. Подошел и праздник, велик день. Наварили у воеводы всякого питья да пива, садиким кореньем, напился сам воевода и свою авдотью напоил. И опять на нее бесы тоской навалились, стали бедную мучить. Прибежали воеводские за протопопом. Пришел, стал протопоп пана воеводу бронить. Как так можно делать больную, эким хмелем поить? А тот сам на протопопа кричит. А болящая в доте на постели села, обхватила протопопа, прижала его к себе, не отпускает, плачет, вопит. — Я, — говорит твоя овца, протопоп, не покинь меня, где ты, там и я хочу быть, иного бога не хочу, кроме твоего, коего ты любишь. Душу мою возьми себе, будет пусть она при твоей душе. Бог тебя любит, отченька, тебя слушает, не забывай меня. А я римский костел проклинаю. За мужа наказует меня Господь, держит пан муж римскую веру, а Богу она отвратна и мерзка. — Показал ты мне, батюшка, вижу, русская вера из всех вер сияет, как солнце. Умрешь ты, за что стоишь, и меня научи, как умереть. Сказано мне, ныне или завтра умереть. А муж мой, будь проклят, проклят, что меня сюда завез. Воевода, слыша то, гневался сильно, бил Авдотью по щеке, а она его клянет пуще. Закричал, выслал воеводу протопоп из избы, молебен отпел, причастил больную. Она затихла и приставилась чинно. И погреб протопоп ее не у церкви, а как она сама место указала на высоком холме у берега над мизенью, положили ее красивую женскую душу в тяжелой колоде. Среди зацветающей тундры, под высоким весенним голубым небом, в белых облаках, полных бодрыми криками летящих караванов птиц, утверждающих полетом своим жизнь. В тундру заброшен, заточен, в диких далях заключен протопоп. Но пишет он неутомимым. Его слова, словно весенние птицы, летят далеко во все концы. От его клича шевелится все больше черный лют, подымают головы. Прибежал, сказывают, в Москву с Волги один поп. Донес он, что без конца деувязников растут капитоны, бегут в леса угнетенные властью люди. И был он, этот доносчик, на обратном пути своем убит. С Макарьевского монастыря доносили, что монахи живут в монастыре, как в осаде, леса полны беглым людям, в леса уходят целыми деревнями, мужики, бабы, дети, старики и старухи ищут себе в кондах, да в суземах свободу телу и душе, чтоб могли они весело да щедро трудиться. Конды здесь чищебы. Горой вставал народ против Никона, что заодно с опороченными греками рушил беспощадно все, в чем веками поколения простых людей видели спасенье свое, спасенье своей земли, доказанное делами. Брат его, Ефрем Потемкин, ушел с Москвы в леса Керженца, жил в пустынном скиту, проповедовал среди охотников, рыбаков, медосборщиков. В Смоленском уезде проповедовал белый протопоп Серапион. По северу бродили с поучениями монахи Кирилла Белозерского монастыря Иософ да Кожазерского, Боголеп. Монахи с севера до Сефеи и Корнилий прошли на Дон, бродили по казачьим станицам, а монах Иософ работал в Сибири, возмущая и объединяя верных. Блещет среди волн Белого моря на каменном острове Соловецкая обитель Новгородского еще строенья. Плывут туда и оттуда сотни кораблей с деловыми товарами, с тысячами богомольцев. Пышны по-прежнему Соловецкие службы, радушно встречает и провожает народ трудящиеся тысячные братья. Служат на Соловках по старым служебникам, никона антихриста отвергают, зовут народ к бдению, да не соблазнит его сатана. Оттуда, словно колокольный звон, идет окрест движения народных масс. Повсюду бесчисленные, безвестные проповедники, голодные, пламенные, неустрашимые, отшельники, нищие, странники, постники, блаженные, Появляются, зовут, увлекают с собой спасаться от грядущего царства зверя, от близкого антихриста дьявола с двумя рогами, един рок-царь, другой патриарх. Учат не жалеть тело, абы спасти душу. И народ кидался яростно, вопил, одни — идем за Лукьяном, другие — идем за Вавилой. В могучем движении этом против насилия разверзались бездны оскорбленной народной души, объявлялись огненные его глубины, прикрытые дотоле мирными трудами. Люди готовы были на все, чтобы сберечь сокровища своих горячих душ, призывали друг друга умирать с голоду, чтобы перед лицом врага не убивать себя смертным грехом самоубийства. И в северных лесах множество женщин добровольно голодали, слабея, рыли сами себе могилы, ложились в них заживо, умирали молча в лесных срубах. Народ подымался от Костромы до Казани, уходил, уносил с собой из церквей иконы, избивал попов, терялся, исчезал в лесах. Против оскорбленной народной стихии царь и бояре не имели другого способа, кроме военной силы. И в леса на Волгу пошел с рейтерскими полками царский воевода князь Прозоровский Иван Семенович, в дебрях, уймах и кондах истребляя простой люд огнем и мечом. В рате Прозоровского идут со своими полками стрелецкие полковники Абрам Лопухин да Артамон Матвеев. Для сыска к ним придан дьяк тайного приказа Федор Михайлов. Стрелецкий голова Зубов со своим приказом пошел в Вологодскую землю. Лопухин бросился в леса за рекой Клязьмой, сжег скиты, хватал всех, кто не успевал сбежать. Искал Лопухин, первее всего, главу движения капитонов, старца капитона, но не нашел. Капитон уже умер. Схваченные, зверски пытанные, сожжены были монахиня Марьянна, отшельники Леонид, Степан Меньшой, монахиня Евпроксия, что деятельно множила и рассылала послания верных, скрылась, а старцы Вавила и Лукьян были Лопухиным схвачены и сожжены. Потемкина скит сожжен, сам Ефим схвачен и доставлен в Москву. И под угрозой Лопухина бедные беззащитные капитоны уничтожали себя тысячами, умаривали голодом. В марте 1666 года в Вологодских лесах загораются костры первых самосжигателей. Люди, лишенные возможности думать и верить по-своему, потрясенные, приведенные в отчаяние легкомысленным насилием, стали жечь сами себя. При подходе зубовских стрельцов к избе, обложенной смольем, подожегши избу изнутри, первыми сожгли сами себя четыре безвестных мужика. А потом стали гореть отшельники в своих скитах под Нижним Новгородом, стали самосжигаться в смолокурнях, в стогах сена. По московской земле вставала, закипала ожесточенная религиозная война, неслыханного еще в человеческой истории русского образца. Чтобы не согрешить насилием над насильниками, чтобы избежать самим великого греха насилия, Русские лесные простецы истребляли не своих насильников, а жгли самих себя добровольным страданием своим, избавляя от греха само жестокое к ним государство, отдавая ему, государству, не только все свое добро, а и саму жизнь. Религиозная народная война такого размаха ослабляла Москву в международном отношении. Как можно было Москве при ней добиваться прочного и достойного мира с Польшей и тем более польской короны, ежели само государство колебалось в своем основании в народе? К тому же религиозная война была на краю перехода в гражданскую, так как не все же черные люди непротивленно бежали в леса и жгли себя. Полтора года прожил протопоп в Мизении, когда зимой снова на оленях пригнали по его душу стрельцы. Протопопа требует Москва на суд церковного собора. Схватили его, увезли с ним двух сынов, Ивана да Прокопа. И первого марта уже представили в Москву на Крутицкое подворье. Павел, новый митрополит Крутицкий с протопопом, сперва был ласков. — Что ж ты, протопоп, и нас, и себя-то мучишь, — качал головой Павел митрополит. — Зачем царя гневишь? — Путь с нами, Аввакумушка, а? — Ты бес, не митрополит, — кричал Аввакум. — Не приемлю. Давай бумаги, сказку тебе про то отпишу. За гневной сказкой той пришел к протопопу дьяк Кузьма, да с ним подьячий с патриаршего двора. И Кузьма вдруг шепчет Аввакуму, — Мы вот тебя уговариваем, а ты, протопоп, от старого благочестия-то не отступай. Нет, до конца все претерпишь, велик ты будешь человек. Ты на нас не гляди, мы-то погибаем. Опутал нас Никон, погибаем, эх! Протопоп инда заплакал, обнял Кузьму крепко. — Эх ты, горюн, — сказал он, — что ж, слабы люди-то. Да ты не тоскуй, Бог видит твою добрую душу. А пока собор собрался, протопопа в Москве не оставили. Оставлять было нельзя в цепях, на телеге худой, на кляче отвезли за девяносто верст под городок Боровск, в Пафнутьев монастырь, в монастырскую тюрьму, где посадили на цепь. Собор 1666 года был подобран исключительно из чернецов, белых попов на соборе не было. Каждый из членов собора должен был дать загодя ответ за своей рукой на вопросы, признает ли он четырех вселенских патриархов, признает ли священные книги, по которым патриархи служат. Это был не собор, не совет, то был грозный трибунал, суд, расправа над теми, кто смел думать иначе. За своей рукой здесь, за подписью. Двенадцать недель просидел в ожидании суда протопоп на цепи в монастыре в Боровске. Его вернули в Москву двенадцатого мая и поставили в патриаршью Крестовую палату, где заседал собор под председательством митрополита Новгородского Петерима. Непоколебимый протопоп был осужден. На другой день, тринадцатого мая, было воскресенье. Под густой звон Ивана Великого со всей Москвы народ валил в Успенский собор к обедне, оповещенной о предстоящем зрелище. Никогда Успенский собор не знавал такого шума, таких споров, как были тогда, когда гривастые дьякана стали срывать с протопопа его облаченье под пенье стихиры. Сеиуда оставляет Христа, шествует ко дьяволу. Анафема провозглашали чудовищные басы. Анафема гремели хоры. Святые в золотых венцах гневно глядели со стен, сверкали мечи архангелов, трепетали в голосах певцов крылышки херувимов и серафимов в каменной выси. Протопоп стоял прямой, высокий, со слезами, с болью в глазах. Ножницы звенели над его головой, волосы падали, оставляя лишь клок над олбом, как у пана Цехановицкого мелькнуло у него. Вот остригли честную бороду, нежный голос, отченька, не покинь ты меня, я овечка твоя, ты мой пастырь, звенит, звенит серебром в его ушах. Легла бедная тогда там одинешенька в могилку на берегу Мизени, небось, снова зацветают над ней тундровые цветки. И сколько таких безвестных горячих душ остались, волочаться позади, в Сибири, в Даурии, в лесах Заволжья, душ, ищущих утешение и ласки, и не находящих, не нашедших их. — Анафема! — ревели толстыми голосами царские певчие дьяки, словно кирпичи падали сверху. Митрополит из-под нахлобученной золотой шапки смотрел щелками глаз, желтый, недвижный, восковой. Народ московский молчал, вытянув шею, широко раскрыв глаза, смотрел жалостно на протопопа, с негодованием, а больше всего со страхом. В левой половине храма увидал протопоп лицо, бледное, с саболинами бровями, над серыми глубокими очами, под черным платом. Боярыня она! Стрельцы, ерышки да попы так прятали протопопа, что ни весточки от нее он не получал, не нашла она, бедная, где его прячут. Ни страхом, ни жалостью, а глубоким пророческим гневом горели глаза Федосьи Прокопьевны. Будет день, когда никакие фрязинского дела каменные стены соборов не удержат народа, когда он заговорит гневно и радостно и благостно своим собственным словом. Наполняя высокую бездну собора могучим голосом, возгласил окаянный протопоп. Анафема вам самим, анафема позор проклятие всем тем, кто не любит народа, кто не брежет людьми, для кого люди только кирпичи в стенах дворцов, Кто светлую правду утверждает не лаской, не учением, не словом, не любовью, а кнутом, виселицей, щипцами, дыбой, проклятье волкам, не жалеющим сих овец. И голос протопопа был голосом в пустыне среди камней, сеющим семена правды и гнева. Аввакума в простой одежде стрельцы вывели из Успенского собору, сволокли через площадь на патриарший двор, молчаливая толпа валила за ними. За два часа до света Аввакума стрельцы вытащили из кельи, привели перед спальное крыльцом. Вышел стрелецкий голова, спросил, — Протопоп Аввакум? Он самый, веди к водяным воротам. У тайнинских ворот пришлось ждать. За Аллой Москвой и рекой над стрелецким гнездом вставала заря. Явился, наконец, дьяк тайного приказа Дементий Башмаков. Протопоп думал, что его сейчас кинут в воду. — Протопоп, — сказал дьяк, — государь велел тебе сказать, чтобы ты, Протопоп, надеялся на него, никого не бойся. Поклонился Протопоп. — Челом бью за царскую милость. — Веди, — скомандовал дьяк. Через мост вели стрельцы, мерно гремел под ногами на стил. — Не надейся на князя, на сыны человеческие, — горько улыбнулся Протопоп. На болоте стрельцы посадили Протопопа в телегу, повезли в Никола у Греши, в монастырь, что поставил еще Донской Дмитрий Иванович. Заперли в холодную конуру, встали на карауле. Семнадцать недель прожил в том тайнике Протопоп, а когда люди прознали, где он, зубовские стрельцы опять отвезли его в Боровск, к тому же святому Пафнутию, в тюрьму со строгим наказом игумену Парфению, приковать к стене цепью, кормить, как всех сидельцев, и не давать ни бумаги, ни чернил, не писал бы своих враг. С год томился там Протопоп Аввакум. Предстоял ему еще один суд — суд вселенских патриархов. Звал царь Алексей на Москву всех четырех патриархов — Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Звал, чтобы они Никона неистового с патриаршества убрали, да небесными своими заслугами оградили бы его царя от Никоновых проклятий. Патриарх Никонта. Однако вместо четырех великих столпов и утверждений церкви Восточной Православной в Москву жаловало только два — патриарх Александрийский, Кир Паисий, судья вселенной, да старый московский знакомец, патриарх Антиохийский Макарий. Оба они ехали в секретном порядке. Турецкий султан Коса смотрел на такие поездки своих подданных в московскую землю, где они звали московского царя освободить Константинополь от турок, да получали щедрую милостыню. Султан поэтому не разрешил ехать в Москву патриарху Константинопольскому, а ехать тайно тот побоялся. Султан мог лишить его патриаршества. Иерусалимский же патриарх Нектарий поехал было в Молдавию, оттуда пытался через Украину тайно пробраться в Москву, что не удалось. От него в Москву прибыл монах-диакон Милетий, грек родом, с жалобой патриарх и сопровождающие его были ограблены при проезде украинскими казаками, и грек Милетий просил у царя управы против грабителей. Два других патриарха, Паисий да Макарий, ехали в дальний объезд Черным морем до Грузии, через Тифлис и Шамаху, оттуда на Волгу, А навстречу им были посланы в 1665 году в декабре от приказа тайных дел двое приставов — Еремей Полянский да Иов Витошкин. Особенно важен был приезд в Москву патриарха Кира Паисия, носившего пышный титул отца-отцов, блаженнейшего архиепископа Великого Града Александрии, всего Египта, Ливии же и Пентаполя, и судьи вселенной. И вот судья вселенной египтянин Кир Паисий въезжал в Москву вместе с Киром Макарием, арабом, в 1666 году, 2 ноября. Вселенских патриархов встречала вся столица с царем Алексеем во главе. Нужно было решать свару между царем и патриархом. Царь встречал великих владык на Ярославской дороге, за городом, где водружен у шатра великий крест с частицей в нем животворящего креста, на котором был распят Христос. С утра валил снег, царь был в большом наряде. В становом золоченом кафтане, в шубе сибирских соболей, в блистающей шапке, бармах, со скептром и державным яблоком, окружен ближними боярами и окольничьими, царевичи, сибирский да грузинский, вели его под руки. Под неумолчный звон колоколов, рев труб, гром пушек, шествие посретенки вышло на Красную площадь, где среди моря народа, как корабль, высилось лобное место, уставленное крестом со звездами, чудотворными иконами. Кругом колыхались бесчисленные горящие в снежном сумеречном дне фонари, хорубви, иконы на носилках, знамена в цветных лентах. Крестные ходы прибыли сюда из Архангельского, из Успенского соборов, в них шли митрополиты Крутицкий Павел, Никейский Григорий, Амасийский Кузьма, архиепископы Вологодский Симон, Тверской Иосаф, епископы Мстиславский Мефодий, сербский Иоанн, архимандриты, Владимирский, Ипатьевский, Кирилловский, все протопопы и бесконечные попы. Кремлевские колокола трезвонили со всех сторон, пели хоры певчих дьяков, на кремлевской стене стояли картинно в ряд стрельцы приказа Федора Головенкова в кафтанах цвета клюквы. И у Никольских ворот триста стрельцов приказа Федора Александрова в кафтанах алых. Как обручами весь народ был схвачен и пронизан рядами стрельцов приказа Федора Калачева в желтых кафтанах, построенных от Воскресенских ворот до Василия Блаженного вдоль маленьких деревянных церковок порву к кремлевской стене и вниз к реке. Царь поднял руку с золотым скипетром, махнул словно молнией, колокола смолкли, народ упал на колени, остря слух, слушал, как ветер доносил обрывки чужих слов на клокочущем непонятном языке. Потом могучий бас покрыл площадь. Народ московский, святые патриархи спрашивают тебя, поздоровуль ты. — Спаси Бог! — завопил радостно, отозвался народ и ударил челом в снег. Задвигались, закачались фонари, хоругви, шествие затолкалось на месте, двинулось, поплыло тягучей, как мед, к Спасским воротам в Кремль, в Успенский собор. Молиться, что, слава Богу, доехали патриархи до Москвы. Владыкам с их свитами отвели покои в патриарших палатах, куда они уже в сумерках ушли, наконец, на отдых, измученные, усталые, оробевшие от этой неистовой силы русского обряда. Четвертого ноября царь пировал с ними в грановитой палате. Пятого оба владыки были у царя, говорили с ним тайно. Седьмого ноября постановили вызывать к ответу патриарха Никона. На царевом верху патриархи знакомились с делом. Выходило по всему, что Никон хотел быть, как московский патриарх, не ниже, а выше их восточных. Открылся священный собор первого декабря утром. В столовой избе под сводами, расписанными ангелами и святыми, при легком свете восковых свеч, в железных паникадилах. За окнами валил снег. Царь в большом наряде сидел на амвоне, на золотом троне. Два патриарха, араб и египтянин, сидели слева на креслах, обитых вишневым бархатом. Перед ними на персидском ковре стоял стол, крытый зеленой комкой, с тяжелыми книгами и рукописями, с бумагой, с торчащими из чернилиц лебяжьими перьями. Справа стояли лавки под коврами для черного духовенства, слева — для бояр и окольничьих. Никона привезли в Москву из Нового Иерусалима накануне, глубокой ночью, через Никольские ворота, которые сейчас же за ним закрыли, а мост разобрали, поставили к палатам стрелецкий караул. Утром за ним послали, и Никон явился на суд как патриарх. Перед ним несли крест, перед крестом все встали. Встал и сам царь. Царь в большой речи обвинил Никона, что тот бросил церковь вдоветь на целых девять лет, что по его действиям возникли в церкви мятежи, расколы, вся земля страждет. — Ты по что оставил церковь? — спрашивали строго патриархи по-гречески, толмачи переводили по-русски. — Меня царь обидел, к себе не позвал. Моего человека боярин хитрово ударил за шип, а царь не сыскал на нем. — Мне времени не было, — оправдывался царь. — Грузинский царь у меня обедал. — А по что ты от патриаршества отрекся, — говорил, что будешь анафема, ежели останешься патриархом. Не говорил я так, — отрекся снова Никон. Читали на соборе перехваченное Никонова письмо константинопольскому патриарху Дионисию, где Никон бесчестил царя. Перебрали все взаимные обиды царя и патриарха. Наконец, когда дело стало дознано, поднялся патриарх Александрийский Паисий. — Признаете ли здесь все собравшиеся, что Александрийский патриарх есть судья Вселенной? — Признаем, — возгласил собор. — Так я буду судить, — сказал Паисий. — Чего достоин Никон? — спросил он своих греков по-гречески. — Пусть будет отлучен и лишен священного сана. — Чего достоин Никон? — спросил Паисий русских иерархов. Ответ был тот же. Тогда встали оба патриарха, и судья Вселенной произнес, — по изволению Святого Духа, по власти моей вязать и разрешать постановляем. Никон отныне не патриарх, священодействовать не может, он простой монах Никон. С Никона стали снимать его клобук и панагию. Панагия — нагрудный круглый образок, носимый архиереями. — Возьмите жемчуг с понагии себе, патриархи, — говорил Никон. — Глядишь, и достанется золотников по пять-шесть на пропитание. Вы, бродяги турецкие, вы невольники, шатаетесь по чужим землям, собираете милостыню, чтоб султану вашему взятки давать. Монаха Никона стрельцы отвели ночевать на земский двор. 13 декабря с утра народ стал сильно бежать в Китай-город, смотреть, как повезут Никона-монаха. Тайный приказ распустил слух, что монаха Никона вывезут через Воскресенские ворота через Китай-город по Сретенке на Ярославскую дорогу. Однако вывезли Никона мимо народа через Троицкие ворота и отправили в заточенье на север, в Ферапонтов монастырь, что близ Белозерска. Зима шла лютая, земля трескалась от морозов, птицы падали, замерзая на лету, плохо было с хлебом, стрельцы сдерживали голодных на торгах, не давали разбивать лавки. Шли в Филипповки, рождественский пост. Царь усердно постился и молился, удивляя греков. Бил по тысяче земных поклонов на день, ничего не ел, кроме черного хлеба и кваса. А ну как Никон-монах проклянет его? Уехал он, бывший патриарх, с Москвы в простых дровнях, в чужой скуфейке, отказавшись принять царские дары, деньги, шубы, еду, все, что послал ему царь на дорогу, проклянет. И от проклятия того, гляди, сорвется дело, чего добивался Ордын Нащокин, мир с Польшей. Царь отправил уже через тайный приказ отписку Афанасию Лаврентичу. Кончал бы он дело, уступал бы полякам, мир нужен был, как серебро, как хлеб, как вода. Вся земля ходуном ходила, вставала мятежом, и капитоны в лесах, и в соловках монахи, и мужики за Волгой шумели. После вечерин в предпраздновании Рождества сидел царь в своей комнате, когда ужом скользнул к нему дьяк Дементий Башмаков. Царь поднял голову от стола, а ты что, Дементий? В тайный приказ отписка, государь, тревожно, государь, отколь с Волги из царицына города от боярина и воеводы Андрея Федоровича Унковского? Чти давай. — Неделю мне учинилось известно, — читал дьяк Дементий, держа грамотку далеко от глаз и боком к свету, — по сказкам от донских казаков на Дону, в Паншинском и в Коголинском городках собираются воровать на Волгу многие пришлые воровские казаки, а человек их будет тысяч из две. Хотят они взять в царицыне струги да лодки и идти с боем для воровства, да еще, государь, в разные дедонские города пришли с Украины беглые боярские люди да крестьяне с женами да детьми, и оттого на Дону голод большой. — Отпиши, Дементий, в Астрахань, боярину и воеводе князю Хилкову Иван Андреевичу, чтоб он о тех воровских казаках да мужиках проведывал, как они на Волгу пойдут. И писал бы боярину Долгорукову, да думному дику Лариону Лопухину. — Известное дело, Дон не Москва, ну, ступай. Ночью царь долго не мог заснуть, все ему мстилось. Греческие патриархи черные, что мурины, огнеглазые, так и зыркают. Да Никон стоял, бедняк, голову опустив, и руки врозь расставил, как с него патриарши и клобуксы мать стали. Кто из них праведнее, че слово к Богу доходчивее? Наш-то дик, что медведь, а те, как лисы вороватые. Прошли Рождество до святки тихо, без веселья, а в январе по розовым вечерним снегам пригнали к царю двое вершных Сеунчеев, прислал боярин Ордын-Нащекин царю великую весть, заключил он Афанасий, перемирие с поляками, кончил войну на тринадцать с половиной лет. В деревне Андрусове, в Смоленском уезде, на речке Городке, в шатрах, на снегу, упал на колени царь перед образами, молился крепко, инда на силу поднялся, толстый. Развязан проклятый узел войны, что навязал ему патриарх Никон тринадцать годов назад. Вылезает царь теперь из болота невылазного. Нет, греческие мурины, видать, богу угоднее, чем тот Никон. А как стал читать царь донесения дальше, сердце сжало. Из-за чего воевали, за что людей клали, по что города брали? В Вильну въезжали. Слеза пробивает с досады. Берет польский король себе обратно не то, что Вильну да Гродну, а и Полоцк, и Витебск, и Двинск, и Маринбург, и всю Южную Литву. У царя оставили только Смоленск, Дорогобуш, Невель, Велиш, да Чернигов на левом берегу. Правый берег Днепра отходил к Польше. И Киев, хотя оставался у Москвы, да всего на два года, а потом должен отойти к Польше. Эх, хорошо, что хоть князь и воевода Трубецкой лег в могилу, не видит, что вышло из того, зачем было пошли. Быть Афанасью Боярином, руки с войной развязаны, — подумал царь и перекрестился. Мир легче, мятежникам я теперь укажу путь. Участь протопопа была решена в эти минуты бесповоротно. Игумен Пафнутьевского монастыря, Парфен, вернувшись из Москвы в Боровск со встречи патриархов 4 декабря, видимо, по простоте души, потрясенной пышностью торжеств, бросил протопопа в промерзшую нетопленную келью и на три дня оставил его без еды. Так прошла вся зима. Только семнадцатого июня протопоп Аввакум встал на суд в Чудовом перед Собором и Вселенскими патриархами. Заседание шло в том же малом храме, где был низложен патриарх Никон. Так же сидели лиловыми волками патриархи, так же ягозливо лисами сидели русские архиереи. — Упрям ты, протопоп, — сказал после долгих споров протопопу патриарх Паисий. — Упрям! Вся наш Палестина и сербы, и албанцы, и румыны, и латинцы, и поляки тремя перстами крестятся, а ты один в своем упрямстве стоишь. — Учители вселенские, — отвечал протопоп, — смотрите-ка земли этих народов. Рим упал, лежит, не встанет, а Польша тоже с ним погибнет, а у вас, у греков, Магомед правит, ваша вера пестра. Оно и понятно, вы слабы стали, так вот, приезжайте к нам, учитесь, у нас-то земля самостоятельная, и всегда было раньше у нас, что вера была чиста и непорочна, и спасала нашу землю. — Вскочили тут митрополиты Павел да Илларион, чего ты, Аввакум, на русских святых указываешь? Глупы они были, неграмотны, нечто им можно верить. — Вишь, мы грамоти не умеем, а греки милостыню от нас берут, а землю, какую мы построили? — На Амур вышли, — кричал протопоп, — не умели грамоти. Да чего говорить, я один, пусть я один, да чист и прах, отряхаю от ног моих перед вами, да и сказано, лучше один праведный, чем десять беззаконных. Протопоп от лица всего молчаливого народа своего один объявил это сонмище черных монахов беззаконным. Объявил беззаконными тех великих патриархов, которых встречала Москва во вьюжный день ноября. Митрополиты Иларион и Павел вскочили, бросились на Аввакума, за ними другие архиереи. — Постойте, — завопил избиваемый, — постойте, эй, толмач Денис Архимандрит, переведи владыкам-патриархам, ежели убьют меня здесь. Как обедню они станут служить, каким надлежит быть епископу, преподобному, незлобивому, а вы что творите? Опомнившись, сели архиереи на лавки, лица вытирают, волосы оправляют, а протопоп, отойдя к входу, повалился на порог боком, смеется. — Вы посидите, а я полежу, отдохну я. — Вопит собор, дурак ты, протопоп, да ты патриархов не уважаешь. — Что ж, — отвечал тот, — я знаю, юроды мы, Христа ради, вы славны, мы же презренны, вы сильны, мы слабы, что поделаешь? Ефимий, чудовский келарь, медленно поднялся с лавки и пробурчал. — Прав ты, протопоп, нечего нам говорить с тобой. Восточные владыки, осудившие Никона, теперь осудили и Аввакума, который шел как раз против Никона. Они прокляли, предали его анафеме еще раз, а вместе с протопопом прокляли, отлучили от Никоновой церкви и всех, кто смел стоять за исконное предание в вере. И поволокли стрельцы на телеге огнепального протопопа в тюрьму на Воробьевых горах, посадили там с попом Лазарем, с протопопом Микифором из Симбирска, тем самым, которого схватили в Симбирске при проезде восточной патриархи, да со старцем Епифанием Иноком Соловков. Пряча Аввакума от народа, перевели его вскоре на Андреевское подворье в Саввиной Слободе, оттуда вернули в Москву на подворье Николо-Угрешского монастыря. Тут к протопопу пришел стрелецкий голова Артамон Матвеев, царев-любимец, да дьяк Дементий Башмаков из тайного приказа. В царской комнате новые люди, говорили ласково царские слова. — Велел тебе, протопоп, государь, сказывать. Ведает он тебя, ведает твое чистое непорочное житие, ведает то, чего ты хочешь. Прошу, — говорит, — твоего благословенье мне с царицей и с ребятами. Помолись за нас, соединись со вселенскими, хотя небольшим чем. — Пусть судит мне Бог умереть, — отвечал в слезах протопоп, — а с отступниками не соединюсь. — Скажите государю, ты, царь, мой царь, а им до тебя какое дело? Свого царя греки потеряли, да и тебя проглотить к нам приволоклися. Тверд протопоп стоит, не колеблясь, и вскоре снова жалует к нему Артамон Сергеевич Матвеев, ведет к нему другого нового в Москве человека, ученого киевского монаха Симеона Полоцкого, наставника царевича Алексея. — И было споров очень много, разошлись, как пьяные, — записал Аввакум. — Какой острый разум отозвался этот ученый-богослов о протопопе, и какое упрямство, а какое невежество, разговаривая со мной, он плевал на пол, мужик! Но все в этом мире имеет свой конец. Царским указом от 26 августа 1667 года протопоп Аввакум был безвозвратно сослан в низовье реки Печоры, в Пустозерский острог, по немилостивому суду судьи вселенной Александрийского патриарха Кира Паисия. Однако и для самого Паисия это тайное путешествие в Москву не сошло с рук даром. После отъезда Паисия в Москву вскоре же бил челом своему султану, турецкому Магомету, митрополит Иоаким. Донес он, что патриарх Паисий сбежал в Москву, и что он, Иоаким, просится на его место быть бы ему патриархом. И он, Иоаким, по воле султана сел на патриарший трон и вернувшегося Паисий не пускал. Царю Алексею пришлось просить султана за Паисием. Положение судьи вселенной было восстановлено благодаря поминкам султану от царя. Глава седьмая. Проклят царь. Вселенские огнеглазые патриархи орудовали в чудовом монастыре, писали проклятие да благословенье. Стрелецкие головы, земские ярышки волочили арестованных по монастырям, по тюрьмам, по ссылкам. Палачи на болоте били кнутьями осужденных. Поберегись, обожгу. Палачи в то время и вырезали языки папу Лазарю да старцу Епифанию, что сидели вместе с протопопом Аввакумом за дерзкие слова да за неподобное писание. И наперекор всем этим преступлениям весна на Москве зацветала пышно да нежно. Сады и дворы московские стали в недвижных белых да розовых облаках душистого цвета. По прохладным светлым ночам, под окнами посадских изб, боярских хором, щелкали, заливались соловьи. Девкам не хотелось спать на жарких постелях, на лавках. Месяц заронял зеленые искры в углы, под стол, под лавки. Шевелились там тени, мерещились мохнатые, мягкие, словно коты, домовые, с зелеными глазами. На ясных утрах пыль стояла над Москвой, пестрые коровы брели на выгоны. Вперебой били колокола, крайние обедни, скрипели журавли колодцев. Бабы, покачивая станом, несли по дворам свежую воду. Мужики умывались на дворах, наскоро ели, становились, садились за работу. Стучали ткацкие станы, молотки сапожников, скрипели пилы, фырчали рубанки, храпели скобеля столяров. Над пушечным двором стоял черный дым, гремели тяжкие молота. Гудели жернова, постукивали постовые, шумела вода в каузах мельниц на Москве, реке на Яузе, на Неглинке, на других московских реках. С грохотом открывались лавки в торговых рядах на Красной, Лубянской, Таганской, Смоленской и других площадях. Грохотали кованые и не кованые колеса телег, по деревянным мостам, на стилам улиц, на улице высыпали играть московские ребята, рылись в пыли петухи да куры, стрельцы с ружьями да с бердышами шагали по караулам. Каузы, мельничные плотины. По дорогам вокруг Москвы уходили обозы с городовым товаром. Везли в Москву хлеб, кожу, лен, коноплю, зерно, припас съестной, ранние овощи с огородов, дичь в охотный ряд. С оржаньем, с гиканьем прогнали татари да терские казаки табуны степных коней с Астрахани. По Москве реке, на латанных парусах, на скрипучих греблях, бурлатской тягой плыли в обе стороны струги насады лодки с грузом на Аку, на Волгу, на Каму, на Сухану, на Двину, за Урал, в Сибирские реки, к Байкал морю, к самому Амуру реке, под бок китайскому царству. Бодрые утренние шумы, крики, гомон труда говорили, что работал народ, делал общее дело, каждый в своем маленьком, незаметном, да такое, поди ж ты, без которого не прожить никому на земле. Видно было, что доволен народ. Милее стало в московской земле после четырнадцати лет польской войны. Кончилось кровавое горькое похмелье от царевых побед до патриаршьих мечтаний. Народ возвращался в обрат к семьям. Вернулись уж стрелецкие полки из Польши, Литвы, Украины. Стрельцы помаленьку расколачивали, подновляли свои избы, лавки, становились к прилавкам, к верстакам, к наковальням, шли на огороды. Разрядный приказ распускал людей по домам. Служивые задешево распродавали на московских торгах ненужную более военную сбрую, тянулись в деревни. Подходя, падали на колени, молились, привел-таки Бог вернуться домой. Целовали землю, единственную свою благодетельницу, кормилицу и поилицу. Обнимали голосящих, отощавших женок, выросших ребят. Пили, гуляли, а потом шли на поля. Из-под руки глядели на одичалые сорняками, а то и кустарникам, и ельничкам-березничкам поросшие просторы. И снова гнулись за сохами, за лошаденками, над животворящим верным лоном матери земли. Слава Богу, мир можно работать. Мир? Нет, еще далеко до миру. Рад и царь. Свалилась обуза с плеч. В ту весну все ездит он по своим подмосковным селам, подальше от патриархов. Надоело слушать то грозные небесные наставления, то умильные просьбы о милостыне. Царь живет то в Преображенском, то в Измайловском на прудах, то в Высоком Воробьеве, то в Алексеевском. А больше всего в Коломенском, неразлучно с сыном царевичем Алексеем. Один остается царь. В землю уходят один за другим седые верные слуги, бояре, постельники, стольники. Схоронили обоих Морозовых, ушел в гроб храбрый воевода князь Трубецкой. Плох стал совсем тестюшка Милославский Илья Данилович, ртищев хоть по-прежнему ласков, да человек-то не тверд. Трудно приходится царю с державным своим делом. Много дел вершит ордын на щеке, новый боярин, но все больше по иноземным делам, да и человек он колючий, непокладистый. Его близко к Москве допускать нельзя, грызется с боярами, как пес, гнет все по-своему. Только разве один человек, все ближе да ближе к царю, Матвеев Артамон Сергеевич, хоть и не боярин, да без него не обойтись. И в это утро царь с царевичем на любимом своем месте, на каменном кресле, на гульбище у церкви Вознесенье. Смотрит царь соколину ипотеху, что на зеленом лугу творят царские сокольники в белых кафтанах с золотым орлом на груди, эх, далеко видно плохо, а на коня царь уже не садится, тяжело одышка одолевает. Иной ипотеху ныне зазнал царь, потише, трудится, пишет он устав о сокольной охоте, урядник сокольничьего пути. — Батюшка-государь! — слышит он тонкий голосок царевича. — Сбил! Сбил твой одинец, селезни! Глаза у царевича зоркие, серые, материны, сам худенький, шейк тоненькая, инда качается под меховой шапкой с парчевым верхом, с синим камнем персидским надолбом. Наводит царь подзорную немецкого дела трубку, трубка прыгает у него в руке неловко, ну, ничего-то не видно. Отложил царь трубку, обнял царевича за узенькие плечи, ну, былинка и былинка, потрепал по бледной щечке. — А что это у тебя, царевич, за книжка? — Учится царевич все время, много знает, и польский знает, и по-латински говорит, не то что отец. Артамон Сергеевич принес. Раскрыл, вводит пальчиком, читает заглавие. — Василиологион! — Уф, мудрена! — А, — сказал царь, — уж изготовили. Молодец, Артамон. Посольского приказа дикий ту книжку составляли, сие сочисление царей. Тут все мы, цари, прописаны. Царь от удовольствия даже усами пошевелил. Сидят отец с сыном на воздушной высоте Коломенской, листают книгу. В красном бархате книга «Серебро макова» написана уставом строгим, с красными да узорными прописными буквами. И сказывает та книга про всех царей, что на свете жили, ассирийских, персидских, еврейских, греческих, язычников, римских, греческих, благочестивых, про князей московских да про царей российских, которые только на свете были и ныне есть, в обраньях доблестнейшие да мужественнейшие. И лики царей тех в книге изображены. Вот Дарий и Ксеркс, и Александр Великий, и Кесарь, и Святослав, и Иван Васильевич. А вот это и тятя, — показывает царевич пальчиком в страницу, — как живой. И подлинно, как живой нарисован царь Алексей. Поднял белого коня на дыбки, скачет в руке крест, над головой знамя вьется семь победиши. Впился отрок в книжку, аж дрожит, а отец думает, — пусть приучается, дело большое — быть ему и царем московским, и королем польским. Фантазия стелет над лугами свой обольщающий туман. Великое вселенское царство. Единое царство — значит мирное царство. Не с кем драться. Все покорные, все тихие, как новый патриарх Иоасаф, которого уже поставили вместо сердитого Никона. И царь в великой золотой диадеме сияет победоносно, как единое солнце на небе. Мир в Коломенском. Май. Цветут царские сады. Яблоки, груш, сливы, абрикосы, вишни, черемуха. Пчелы нижут молниями, голубой воздух гудят струнами. И в этой тишине стучат и стучат топоры. Вовсю теперь строится царь. Строит такое себе жило, что и на свете не бывало. Строит на свой московский пошиб царскую избу Коломенский дворец. Ладом идет делом. Плотничный староста Семен Петрович давно сед, как лунь. Ныне спина согнулась, тупо да спорка, переставляя тонкие ноги в белых анучках, в легких липовых лаптках, ходит с восхода до заката, ворчит, трудников нудит. Великая тревога одолевает художника зодчего. А ну, когда не завершит он своего несравненного строения, а ну схитит, утащит его смерть. За ним, Семеном, подсобным бегает плотник Иван Михайлов, коренастый, румяный, чернобородый, длиннорукий, здоров, что медведь. На холме над рекой сбоку клетками великими заготовлен лес, ровный, что свечи. Сосна, ель, пихта, лиственница, дуб, клен, липа, осина, с Волги, сунжа, с Камы ветром продувается. Сохнет уже три года, выкачанный с реки на холм, на железных цепях конями под заливистый свист каталей мальчишек. Староста Семен Петровса, товарищи, воплощает топорами в бревнах новое мечтанье, что жжет царскую душу построить дворец такой красивый, каким московское царство будет. Семену помогают, в каменной приказной палате Коломенского дворца сидят, в дугу согнулись над столами, зодчие розмыслы чертят, как клети поставить, да царские избы, хоромы, горницы рисуют узоры. Зодчие розмыслы — инженеры-строители. Ведь будет в том Коломенском дворце ни много ни мало, а двести семьдесят покоев, одних окон только более трех тысяч двухсот, а каждое окно — на свой лад. Заложена каменная уже основа царевой большой избы, да изб для царицы, царевича, царевин. Станут на холме великие узорочные терема, как в песне поется. Золотые верхи с осенями сонарядными, где верхушки с верхушками свиваются, крыши на доме, и от дружного труда в это весеннее утро еще больше дышит над Коломенским мир. С гульбище видать, по московской дороге скачут на мост вершные, так и стелют впереди черный жеребец-гревач, хвост пышной трубой. — Артамон скачет, — встревожился царь, — что такое? И верно, подскакали слышно со спины к церкви, шаги быстрые по камню звенят, влетает орел-друг сердешный Артамон Сергеевич Матвеев, хоть и не боярин пока, да больше любого боярина. — Ты, Артамон, по что, что стряслось? — спрашивает царь. — Махнул тот рукой жильцам, — ступайте де прочь. Измена государь, — шепчет Матвеев, глаза большие, губы сжаты. — Гетман наш-то малороссийский, боярин твой новоставленный Ванька Брюховецкий своровал. — Не хочет с поляками мира нашего, — кричит, — выдали де царь Дардын-нащекин ляхом Украину, пополам де разорвали ее, потому и хочет царь польским королем бытьи. — Сказывал я тебе, государь, — не верь, Ваньке, и Ванька ныне хочет заодно с правым берегом, с Дорошенко, чтоб им под турского султана податься. Дорошенко — гетман правобережной Украины с 1665 по 1676 годы. — А чего ж наши воеводы смотрят, — спрашивает царь, — побиты, государь, побиты, Ванькой, боярином твоим, воеводы, да стрельцов бесчетно. — Как так побиты? До смерти, государь! Воры! Хрипел по багрове в царь, хватая себя за ворот, душило его. — Царевич, поди к себе! Мир наш срывают окаянные бунтам. И как это мы ихнего, епископа Мефодия, после собора с Москвы отпустили? Епископы тоже воры, с Брюховецким заодно. В тайном приказе была уже отписка из Киева, что, вернувшись здесь с Москвы, епископ Мефодий говорил всюду. Москва, де наняла арабских патриархов Муринов, чтоб Никона с престолу свести, что, де не бережет Москва людей, что, де повсюду на Украине Москва своих воевод ставит. — Где ж Брюховецкий? — спросил царь. — Пошел из своего гадяча к Дорошенко. — Послать надо разумных дьяков к Дорошенко. Сказать, пусть кончит Брюховецкого, и тогда де у Москвы мир с ним, Дорошенко. Поможет де царь ему? Он сейчас как? — У турского султана помоги ищет государь. — Рамадановскому князю и воеводе в Киеве укажи промышлять над Дорошенко сильным боем. Пусть наши идут по Украине, пусть покажут, как Москве воровать, и послать туда рейтарские полки иноземных генерала Букховена до полковника Гордона, крепких людей. Стучат топоры в Коломенском, строит царь-дворец, невиданный на весь мир. Подымаются уже стены медового цвета, блестят сквозь зелень, а нет вот мира кругом. Или легче строить дом, чем мир. Занимается лесным пожаром московская земля. Майскими цветущими степями скачут с гадяча на Дон в Черкасск двое казаков, гонцы Катаману и к старшине Донским. Кони все вмылись, стелются змеями в высокой траве по берегам Донца, велено им доставить грамоту без промедления. Господа старшины, пишет в своей грамоте казакам Гетман Иван Брюховецкий. Варшава да Москва замирились нашими головами казачьими, выдаст теперь Москва нас ляхом, не вступится больше, как латынцы проклятые будут нас, казаков, на огне печь, мечами сечь, в свою унию крестить. Продает нас царь московский за корону польскую, принимает польский звычай. И патриарха Никона с престола свел, потому что шел декир Никон против ляхов. Господа старшины, прослышаны мы, что господин Стенька на Волгу хочет идти. Помогайте ему, помогайте там или всем нам, казакам. — Конец от Москвы да от Варшавы. Пусть господин Стенька освободит патриарха от мучений царских и поведет патриарх всех православных казаков против костела. В Черкасске, в войсковой избе, разглаживает сивые свои усы атаман войска Донского Корнила Яковлев. Что делать? — Силен царь московский, да и казачество все сильнее и сильнее встает. На Дону, словно половодье, бежит туда люд с московщины. Уже много прибыло голодьбы. Грозит она домовитым казакам. — У вас где дома, да хозяйство, а у нас нет ничего? Или мы за вольностью бежали, да голодовать будем? — Надо дать голодьбе выход, а то самим домовитым не сносить головы. Все сомнут. Надо дать пошарпать басурманов. Кого? Турок. Нельзя заперли они хитро устье Дона цепями. Да из-за черкасских казаков тоже приходится с турским султаном мир держать. Разве прибылых тех гулящих людей на Волгу да на Каспий выпустить? Отсюда, подальше от греха. Лето прибывает, солнце идет все выше, и вместе с летом разгорается тот пожар по вольным степям Азовским, Черноморским, Приволжским, Приднепровским. Все жарче, все выше взлетают искры, все быстрее ползут огненные хвосты. Пришла в Москву отписка с царицына города, пишет 12 июня воевода Унковский Андрей Дементьевич, доносит. Атаман войска Донского Корнила Яковлев отписал, живут где теперь донские казаки с азовскими людьми в мире, как где царю и обещали, и хотел было за тем миром донской казак Стенька Разин своровать, пойти на Азовское море, силы собрал он на Дону много. Да по приказу де его атамана Донского воротился, и прошел он Стенька по Дону вверх, мимо черкасского городка, и слышно хочет идти на Волгу. И у того Степана больше шестисот человек у Паншина, у земляного городка собрано, и они, где торговых людей побивают и грабят. И слышно будет собирать людей да воровать большими людьми беглыми, брать яицкий городок на Хвалынском море, учуги разорять, людей царевых побить, сесть самому в тот городок и оттуда выходить воровать на Волгу да на море. Учуги — рыбные промыслы. А стоят теперь те воровские казаки меж рек, на буграх высоких, кругом вода большая, и нам языка и мать, и сметить сколько тех Стенькиных людей немощно. А их с восемьсот и более, да потом подъехало с тысячу и более. Стругов у них больших морских четыре, а малых много, и велел тот Стенька, послали бы из Паншина в Царицын упредить воеводу. Не посыловал бы тот служилых людей на казаков, а то де их здесь зря побьют, а Царицын город он Стенька сожжет. Строит Семен Петров Коломенский дворец неутомимо. На каменное основание встают клети из сухого леса, на них кладут костромские славные плотники, медовые бревна, звенят бревна, как струны, до чего сухие. Рогатинами их вздымают, кладут, снуют муравьями плотники в красных да синих своих рубахах. Ставят царевую избу лицом на вознесенье в три больших окошка. К ней — крыльцо сини. За сенями четыре царевых покоя. Над царевой избой крыши разналичные, купол кубом, над столовой избой, над сенями — маковка, восьмигранный шатер, бочка, покои царя под крещатой бочкой, да под клинчатой кровлей, да под палаткой. Растут рядом хоромы царицы, а жилье царевичей да царевен на полуденную сторону, и растет, как в сказке чудной, тот царский дворец-городок. Июньская южная ночь, звездная пыль пропылила небо, отсвечивает в тихом дону, не слышно аж всплесков на отлогом песке. Темен, горбом паншен остров, на нем сотни костров, пламя желтое, алое, лохмотьями пляшет, лижет черные казаны, котлы, глиняные горшки. Зарево встало над островом, слышны голоса, красные отцветы озаряют высокие бараньи шапки, лохматые головы, бородатые, да черна загорелые лица. Грозные глаза, сверкают зубы, блещет оружие, за кольцом бесконечных костров чернеют кудлатые крыши ивниковых землянок, движутся, появляются, исчезают тени, в гул голосов врываются то хохот, то отчаянный крик, то звоны гусли, заунывное треньканье бандуры, соленая брань, вспыхивает да гаснет неподхваченная пьяная песня. Кругом острова черные полога тьмы, против них в красном свете, видать, песчаный брег, уставлен стругами, лодками, челнами, даже плотами. На Паншин остров бегут, плывут, собираются, как кто может, гулящие люди, мужики, казаки, голодьба, капитоны, беглые монахи, растриги попы, неся с собой пьяное горе, кровавые обиды, шумную злобу, тихую скорбь. Этот люд потерял возможность трудиться. Их загнали сюда земские избы, воеводы, палочные провежи, боярские обиды, царево расправа за московские, новгородские, псковские, устюжские бунты, за разгромы боярских, купеческих помещих, хором да усадеб. Они бежали от монастырских костров и тюрем за веру отцов, от страха перед Сибирью, от раны смертей в Литве. Сюда бежали черкассы, украинские казаки, от кнутов и сабель русских и польских, царских и королевских, воевод и гетманов. Со своей земли они сбежали в пустые степи, бежали и увидели, как стол равна степь, хоть шаром кати, пней нет, корчевать нечего, чернозем наршин. И железно жались их ладони, взяться бы за чипиги тяжелых сох, резать бы сладко праздную целину, словно черное масло. Есть земля, люди есть, а труда нет. Строя нет, или царь да патриарх для того в Москве сидят, чтобы не давать им ни работать, ни молиться свободно. Много здесь людом, да многолюдством своим он и слаб. У каждого свое горе, свое хотенье, своя обида, каждый про свое толкует. Как рой пчел, а в роенье, гуденье все метутся, ползут друг на друга, жалят друг друга. А знают, чуют, ждут, верят, ищут, будет, явится матка и полетит рой на новое место для труда до медовой жизни. Где ж он, тот добрый молодец, что поведет рой к одной для всех правде? Крайний костер к самой реке горит так близко, что угли и искры скачут в черную реку. У костра трое. Один сидит, отворотясь от огня, охватив колени руками, грея спину в рваной синей рубахе, уставясь в ближний куст. Другой лежит на животе, подперев голову руками, смотрит в огонь. Третий на боку крутит турецкую трубку дьявольского зелья табаку. Он и ведет речь. Елисей Бардаков, московский слобожанин. Мы ходили к царю в топоры, жаловаться на медный рубль всей семьей в Коломенское село. А братан мой Мишка извозом займовался. Да повез он чудак с народом к царю Шорина, торгового гостя, сына Бориску. Видел, где народ сказывал сам тот парень, как его отец, воровал с боярами. Ну, Мишку и велел повесить царь на Владимирке. Нас всех в Сибирь согнал. И Байкал-море вон куда, а я убег. И, помолчав, вздохнув. Эх, и зря! Сидевший спиной к огню, заерзал, поворотился. Это был худой, сутулый человек с лицом, сплошь заросшим волосами. Глаза блестели сквозь брови. Голова кудлатилась. — Что ж ты бежал, — заговорил он, нараспев. — Царева воля, божья воля, известно. Куды бежать-то? Никуда от греха не денешься. — А ты зачем на дон сшел? Перекосился на него Елисей. — К теще на блины? Сам говоришь. Зря ты сбег. Ну да, зря. Мне земля нужна. Я пахать хочу. Здесь земли не дадут. А на Байкал-море мои братья сидят, землю пашут. — Живут? А то с грехом оживут. С грехом потряс тот волосатой головой. Тот и есть попом я был. Никон меня расстриг. Я про грех все ведаю. Поп Никола я. Жить с грехом не придется. Антихрист пришел. Нет жизни с Антихристом. Куда ж деваться? В огонь все пойдем. Гореть нам надо бно. Нечистый он мир-то. Пусть огонь тела жжет. На, бери, сатана, в зубы. А душа спасена. А ты зачем на дон-то сбрел? Настаивал Елисей. Ну, мне земля нужна. Земли-то везде много. Да бояре захватывают, чтобы на ней мужики, на них работали. Степь привольную забирают. Я в Мурашкино, в Морозовскую водчину бежать думал. Черт, ты их бей, хоть землю дадут. Морозовский двор всех беглых берет за себя. Обробил. Ну и что? Ничего не дали. Потряс с усмешкой головой Елисей. Велели мне потаж жечь. Сделали меня работным человеком. Я убежал. Весь народ здешний за землей бежит. С земли ищет земля-то хлеб. А тебе чего тут делать, поп? Снова налег он на растригу. Жги себя, да и твое дело с концом. А мы жить хотим. Глаза Николы в медвежьем его лики сверкнули, как молнии. Не буду жить в греховном всем мире. Тьфу! Сколько ни живи, все в смерть живешь. Да вот одного хочу я перед моим огнем поглядеть. Как огнем заполят и обидчиков моих, патриарших, приказных. Гонят нас они, да сами тем широко живут. Дьяволы они, жечь их достойно и праведно. С земли заподымался третий, темный и большой, как гора, задвигался. Хе-хе-хе! Ин дьяволов жечь хочешь? Рассчитаться. Так оно и есть. Тот поднялся в сожженный рост. Красная рубаха без пояса, большие пальцы ног торчат из песка, шевелятся, как змииные головки. Занес и опустил с маху могутную руку. Бей! Праведно! Тихие мы люди, никого не замаем, а коль землю отняли у нас, доправим на всех бояр, что нам задолжали. Поставим под батаги направешь христопродавцев. Мук не боимся. Правду нам подай. С меня правили, и я уж доправлю, не пожалею. Гигант замолк, присел на корточки, свесив руки между колен. Костер кровью залил его молодое лицо с кудрявой бородкой. На больших ребячьих глазах блестят слезы. Все молчали, и среди гула голосов издали, где-то в прибрежных кустах, защелкал ни к чему соловей. Хм, сперва пошевелился, потом выговорил распоп. Поет не хуже царского певчего дьяка. Попадет на сук певчий-то дьяк, не запоет, хихикнул Бардаков. Соловей смолк. Зазвенела бандура, и в грустном ее перезвоне возникла и понеслась казачья песня Былина. Сказывала она, как брали донские казаки Азов, Турскую крепость, как сели они там в осаду. Не себе они брали Азов, ему, царю. И бились они там против десяти тысяч басурман. Эх, приступали турки на Азов с утра до ночи, а мы и бьемся все одни-одинешеньки. Просим смены помощи у Христа-батюшки, просим смены помощи у Пресвятой Богородицы. Захватили мы казаки турский Азов-городок, перебили в нем все гнездо зминое, задавили в нем всех нехристей, православного народа да мучителей. От ругани нашей на тех проклятых При устали уста наши слова не молвятся. Очи все у нас, у бедных, выжгло порохом, Ручки-ноженьки ослабели не гнуться. Нам бы надо за труды нашу жизнь райскую, А приходится нам смерть неминучая. Ты прощай, прости, степь широкая, Тихореченька, Дон Иванович. Только мы на вас недолго пожили, И от слез тех у нас, бедных, на сердце, Гнев горит, полючий разгорается, И мы бросились с Христом на вылазку, Всех поганых в моря волны загнали. Над степью мигнуло, полнеба охватила Немая зорница, Показала мохнатую, что медвежья шуба тучу. — Гроза будет должно, — проговорил Зевая Бардаков. Хлестнула бы Божья молонья По нашим супостатам, Дал бы, Господи, спать надо. Лагерь скоро угомонился, Костры шаяли угольями, Со степи граяли вороны, Зорницы обсверкивали небом. Когда убавилось огни в городке, Видно стало на самом бугре шатер. В шатре желтый огонь, Около шатра маячит караул. В шатре на шатком столе Горит сальная свечка, Озаряет лицо задумавшегося Разина. Степан Тимофеевич Сидит на дубовом бочонке, Высокой бараньей шапки Не скинул, не скинул Ни красного кафтана, Ни кривой сабли. Разину под сорок. Высок, широкоплечь, Строен, Кудрявые волосы стрижены Казацким обычаем, С проседью, Борода небольшая, круглая, В левом ухе серьга, Глаза желтоватые, Смотрят по соколье, Держится степенно, Лицо гордое. На столе сулея с водкой, В красной чашке Баранина вареная, Каравай белого хлеба. Ни хозяин, ни гость, ни пьяны, Разин крутит толстый ус, Смотрит на собеседника, Ну и страшен же. На темном лике У Аксена Силча Иванова Не достает левой половины Рыжей бороды, А левую половину лица Покрывает бугритое сплошное пятно, Рубец на щеке, Синеет выжженная Большая буква В. Вор. Ноздри у Иванова вырваны До белого хряща, Левый глаз вытек, Правый, черный глаз В набрякшем красном веке Горит лихорадочным. Был когда-то Аксен Силч Иванов Московским слободским Котельнической слободы Добрые котлы ковал, Но еще вскоре после соляного бунта Был схвачен, вздернут на дыбу, Бит кнутом, жжен, пытан всячески, Клеймен с ослом в Сибирь. Да с таким лицом, Как ему сделали палачи, И в Сибири не жить. Изуродованный живет только, Чтобы мстить. И бежал Аксен из Сибири, Пропал, сгинул в лесах За Волжье. Распахивал лесные поляны, Жил охотой, рыбой, медом, Грабежом, помещичьих амбаров До дворов, Убивал торговых До служилых людей, Выскакивая страшно С кистенем да с ножом Из-под мостов, Из придорожных чищеб, Жил, как зверь. Завел большие семьи, Рассыпанные по лесным заимкам До землянкам. Стал он вольным хозяином Зеленых лесов Между Муромом, Арзамасом До Макарьевско-Желтоводским Монастырем. Знал там каждую Звериную тропу, Каждую трясину, Каждое дупло, Каждого мужика, Живущего там В шалашных станах. И одна дума Жгла Аксена В его одиночестве Все долгие годы Собрать бы Все эти рассыпанные, Разбежавшиеся силы В один кулак, Да ударить им по Москве, Заставить бы ее Освободить землю И труд для крестьян. Ты все свое, Аксен Силыч, На Москву, да на Москву, Сказал Разин И сгреб усы в ладонь. Да и ты свое, Степан Тимофеевич. Так, я все свое, Времени терять нельзя, Народ к нам бежит, ждет, Не дождется от нас дела, Разбежится, верно? А можно сейчас На Москву идти? Нет, сил у нас пока мало, Ружья нет, С палками на немецкие полки Не пойдешь, Да и немцы к нам Не перейдут. Старшина, Казачья Донская, Нас к себе В Черкасско ружью Не пустит, боится, И в Царицын воевода Нас не пустит, И в Астрахани Воевода же. А на месте стоять Больше тоже нельзя, Кормов нет. На месте стоять Народ душой гниет, Надо идти, А куда, Зачем пойдешь? Зря нельзя, На море наши Раньше ходили, На Азов город, Берега Шарпали. И того нельзя, Миру царя с турками, Шевелить турских людей нельзя. Кого ж можно Шевелить батька? Разин прищурился, Схватился за столешницу, Подался вперед. Персидских людей, Пожалуй, А? Прошептал он И прихлопнул Ладонью по столу, Свечка дрогнула. Волгу проскочить надо, Сесть на Каспий, Царя да шах промеж, Чтобы каждый из них думал, Не мое де дело. Куда ж-то? Яицкий город взять, Крепость-то крепкая, Да оттуда силы и собирать, Черных людей подымать на Москву. Далеко яик-то От Москвы, батька, И то хорошо. Ослыхивал ли ты, товарищ, Что сейчас на Амуре, Чать еще дальше Амур, А правит там сейчас Наш брат, Казак вольный, Черниговский Никола с казаками, Убил он Илимского городка Воеводу Абуховым, Убежал да занял Албазинский острог, Сидит там сам себе голова, С ним казаки, Кругом пашные крестьяне, Город свободный, Казачий Албазин, Кругом стены торг великий. И на зипунишке казакам Есть где взять близко, А яицкий городок, Тот тоже, Собинный, Ставлен он рыбниками, Купчинами, Гурьевами, Михайло и да Андреем, А стены в нем крепкие, Против астраханских деланы, Работного люду там немало. Сукнин, Федька, Дружок мой, В том городке живет, Доводил он ко мне, Добыть той город нам мощно. И от Москвы, И от Черкасска долече, А учук добрый, Рыба богатая, И народ кормить мощно, Да на море рукой подать, В Персию. За рубежом копи силу, А там, что Бог даст впереди. На Волгу, значит. Волга — большая дорога, товарищ, Оружье на Волге добыть можно, В лесах да в степях Пищали добрые, Ведомо не растут. По песку заскрипели шаги, Кто-то за шатром Шагал торопком, Заговорили шепотом караульные. Свистями должно, Прислушался Иванов. Пожалуй, твоя правда, Батька, Покуль молоко не скиснет, Творогу не есть. Пала палатки Приподнялась осторожно, В лес на носках Дневальный казак. Батька, Тебя? Кто? Наши казаки? Отколи? С Волги? С Ертаула? Ертаул-караул. Давай. Двое казаков вошли, Перекрестились, Отвесили поклоны, Блеснули серьги, Вытянули оба вперед, Шеи да бороды. Разин спросил о здоровье. Спаси Бог, Батька, Отвечали оба казака в раз, А после говорил старшой, Серега Петров. Сказывал нам на степу Торговый человек, Гость московский, Шел он с караваном, Отстал. Вперед! Выскакал конно, Плывет по Волге Торговый караван на низ, Большой, С товаром. Чей караванут? Московского именитого гостя, Шорина, Василия Григорьевича, Рыбу для царя До патриарха В Астрахань Закупать плывет, А туды Товары До ружье. Ахнул Иванов, Скочил, Скамья прокинулась На песок. Батька, Он, Шорин, Васька, Ах, Супостат! Из соляного бунта С Красной площади ушел, И с медного Из Коломенского Сбежал, Шоринат, Василий. Везет, Знаю он, В Астрахани В царицын И порох, И свинец, И ружье, И хлеб. Господи, Атаман забирай! Где караван? Спокойно спросил Разин У яртаульных. С Саратову Ужас плыл. С Зарей идем на Волгу, Встал Атаман Из-за стола, Людей подымать Распорядился он, Плывем По Камышенке. Колес Побрать под челны, Може, Объезжать придется. И только Просветлело, Ударили Тулумбасы, Подымайся, Товарищи. Вот и успенье прошло, Хлеба дожинаются, Третий спас На всякий плод разрешенье. В Коломенском По прохладному ветру Носится паутина, Богородица на пряже, А сины стоят красные, Клены алые, Березы желтые. Меньше стучат топоры, Короток день, Да и дворец уже Поднял Семен Петров. Разойдутся скоро Плотнички по деревням, За светлой лучиной Зиму зимовать, А начинают уже В Коломенском дворце Другие мастера работать, Кузнечное, Столярное, Дорезное дело, Дворец украшать. Прошел Покров, Над землей, Покрытый палом, Листом, Снег запорхал, Сквозь черные узоры Голых дерев Виден новый царский Чудесный дворец, Не слышно боли и топоров, Только снегири Посвистывают В зеленых елочках, Из дворца Несутся песни До стихиры, Народ в покоях работает, Окна двери ладят. В Коломенском дворце По зиме Покори натоплено жарко, Дух в них Смоленой душистый, Оконницы стеклянные, Светло, Зимнее солнце Светит мило, Пахнет свежим деревом Да стружкой, Насвистывают рубанки, Потюкивают молотки, Подолотом пилы звенят. По всей земле Летом искали Царские воеводы Резчиков, Мастеров искусных, Собраны они теперь В селе Коломенском. Работает в красной рубахе Без пояса, Ворот расстегнут, Волоса да борода, В стружке Ремешком подвязаны. Столяр первых статей Клим Михайлов, Что работал на службе Без крепости У князя Куракина Геннадия Семеновича, А после у патриарха Никона Работал восемь лет В Воскресенском Патриаршем монастыре. Без крепости, То есть по найму. Да ученик у него, У Климки, Федька, Микулаев, Крестьянский сын, Тоже столяр знатный, Мальчонкой пришел в Москву, Бродил меж двор Христовым именем, А теперь В большие мастера глядит, Да еще монах, Стрелец Арсений, Рещик искусный, Да Давыд Рещик, Тоже монах В смирной одеже, Да еще мастеров без счету. Над Кремлем Брюхами висят Низкие тучи, Иван Великий Золотой шапкой Чуть их не порет, Снег валит, А конницы залепляет, В передней палате Сумеречный день, А свечи горят В круглом паникодиле. Бояре по лавкам сидят, Борода уставили Шу-шу-шу, Да и то негромко ждут, Думы. Царь, слышно, Тоже сумеречен. Только недавно Начал гонять почту На запад, Дошлый немец, Яган фон Сведин, Скачут почтовые тройки С бубенцами на Ригу, Да на Варшаву, Да обратно на Москву, Коня лихие, Почтари в кафтанах, Ладных, Серых, На грудях нашит Красного сукна орел. Та почта и привезла Грамоту из Польши. Пишет Ордын Нащокин, Что дикруль польский Ян Казимир Собрал в Варшаве сейм, Где объявил так, Поляки, Пришел конец Моему царствованию, Устал я от кровавых войн И от сеймов, Устал я От двадцатилетнего царствования И возвращаю Государству корону мою. Отныне я простой гражданин, Надеюсь, что речь посполитая Будет счастлива, Избрав себе нового короля. Читает письмо государь, Ушел в него с головой, Сердце забилось. Вот подходит заветное время Исполнения давних замыслов, Новый король в Польше. А дальше такое, Пишет Афанасий Лаврентич, Что государь взволновался, Дрожит, Пухлым кулаком Бьет по столу. Скоро соберется В Варшаве сейм Избрать нового короля. Наедет много претендентов, Приедет даже Христина, Что в Швеции правило. Не ведаю только, Нужно ли слать посольство Из Москвы хлопотать В пользу Царевича Алексея Алексеевича. Вот, Как пишет Ордын Нащекин, Вот условия, На которые придется пойти, Ежели добиваться Такого избрания. Царевич Алексей Алексеевич Может быть избран Польским королем, Только если перейдет В католическую веру И признает Унию. Качает головой царь Куда там? Сколько бунтов идет По московской земле Из-за веры, Кто ж признает Папу Римского? Царь предварительно Должен освободить И вернуть Польше Полностью все земли, Занятые московскими войсками В последней войне. Варшава и Москва Должны быть В вечном союзе Против всех Возможных врагов Каждой из них. Царь должен сделать Добрый подарок Польским войскам Коронному Да литовскому В триста тысяч злотых. Царь должен заплатить Долги уходящего Короля Яна Казимира. Нужно будет Оплатить И помощь При избрании Царевича Алексея Алексеевича На польский трон Крупно заплатить Архиепископам Епископам И воеводам Киевскому Черниговскому И наврословскому Гетманам Коронному И литовскому Маршалкам Урядникам Чтоб их Задобрить. Государь Надо еще помнить Что шведский король И курфюрст Бранденбургский Заключили союз Против выбора Московита На польский трон Их поддерживает Французский король Писал Ордын Нащекин Поэтому Тебе Государь Надо быть готовым К тому Чтобы воевать За польскую корону И сразу же Поставить Две сильные Рати В Лифляндии И у Киева На правом Берегу Днепра Никон Никон Обещал победы Над Польшей Своими Веденьями И когда Все пропало Забунтовал Сбежал А теперь И Ордын Нащекин Едкий Ехидный Среденькой Своей Бороденкой Тоже Проваливается Со своими Обещаниями Пишет он Чего яснее Государь Тебе На сейм Тот Ехать Нечего Все равно Поляки Вечного Мира Не заключат Нашего Царевича Они себе Не выберут Будет только Поруха Старому Договору Вот и Все Другие Перекупят Польскую Корону Как товар На торгу Гневом Кипел Царь Царские Большие Печати И государственных Великих Посольских Дел Оберегатель Соболью Шубов Двести Рублей В бояре Пожалованы А Ваньку Брюховецкого Мы тоже В бояре Пожаловали Гетман Девсея Украины А он Московских Наших Воевод Перебил Ладно Что его Самого Дорошенко До старшина Палками Заколотили А и Дорошенко Тоже Жаловать Не приходится Просится Под турского Султана Руку Для обережения Его От московского Царя Гетман Твари Измена Везде И Бросив Письмо На стол Алексей Покосился На дверь В переднюю Там Было Все Тихо Посмотрел На медное Кольцо Где вертелся Зеленый Попугай Пусто Было Кольцо Задушил Попугая Царский Кот Тимошком Кота Удавили По царскому Указу А все Равно Попугая Птицы Нету Утехи Нету Стал Перебирать Царь Бумаги На столе Так Одна Ей Богу Хуже Другой Попалась Челобитная От пленных Русских Просят Выкупить Их Из Рабства А на Обороте Свитка Рукою Дьяка Писана Справка А у Бухарского Царя В рабах Русских Пленных Сто Пятьдесят Мужского Да Женского Полу А у Всех Бухарских Чинов По Городам И Улусам И Деревням В Розни И Сметить Пленных Невозможно А у Хивинцев У Хана При дворе Пятьдесят Русских Рабов А Сказывал Пленный Пазухин Борис Полками Их Гоняют Человек По Двести И Больше Все Тяжелее Державное Бремя Что Делать С Пленными Выкупать Серебрат Нет Да И Дорога Туда Закрыта Хвалынским Морем На нем Разен Степан И Опять Свиток Развивает Царь Распросные Речи Да Слышал Еще Пленный Тот Разенец Степан Сын Боярский Ценен Что Рани Служил Рейтерскую Службу От Иноземцев Дербенте Что Вор Разен С Казаками Ныне В Геляне В Стругах У Берега Стоят И Бильде Они Шах У Челом Обещались Ему Служить И Что Дершах Их Принял И Учинил Им В Об Чей Корм По Двести Рублев На День И Они Де Казаки Просят У Шаха Место Поставить Им Городок А Всего Их У Степана Человек Более Двух Тысяч Кладет Царь Помету Отписать Наспех Шаху Что Де Казаки Разина Воры Веры Им Он Бы Не Давал Написал По Ник Царь Головой Сердце Щемит В груди Тяжко К Снегу Что Ли Каждый День Столько Вопросов А Как На Них Ответить Сейчас Сойдутся Бояре На Думу Нужно Сказать Им О Польше И О Пленных И О Разине И О Дорошенке Царь Указал А Бояре Приговорили Эдак Выносится Решение А Чего Укажешь Советников Все Меньше В Передний Шум Голоса Дверь Открылась На Пороге Матвеев Серьезный Бледный Царь Поднялся В Кресле Беда Государь Сказал Матвеев Боярин Твой Ближний Милославский Илья Данилович Приставился Царь Изнеможенно Опустился В кресло Руки Ноги Как Тряпичные Когда Спросил Он Снова Подымаясь И широко Крестясь Только Что Только Когда Перекрестился Сам Заметил По Старинному Он Царь Крестится В два Перста Непоникониански Забыл Тесть Ведь Помер И Толсто Гудит Колокол На Чудовом Монастыре Уходят Старые Верные Слуги Остается Царь Один Как-то Марья Царица Читала Тогда Ночью Никонова Проклятие Да Облечется Он Проклятием Как Ризою И Да Войдет Оно Как Вода Во Внутренности Его И Как Елей В Кости Его В окне Падает Снег Проклятие Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...